Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем хардкорное прохождение игры Surviving Mars на максимальном уровне сложности 1075%. Напоминаю, что данное видео интерактивное, и после каждой серии я собираю все ваши советы в комментариях и добавляю в игру. И благодаря этому мы смогли прожить уже 243 соло в невыносимых условиях. Я собрал все ваши комментарии под предыдущим видео, и сегодня мы все это попробуем реализовать. Первое. Небольшое количество запчастей можно сэкономить на отключенных ветряках и солнечных панелей, когда нет аномального холда. Полностью с вами согласен, у меня есть запас энергии, поэтому давайте те большие панели, у которых заканчивается уже срок обслуживания, подходят вернее, мы их давайте сейчас как раз и отключим. Вот, вот совсем уже практически сломанный. Дальше, вот здесь вот у нас практически сломан. Три отключили, уже три железа сэкономили, можно так сказать. Здесь постройка отключена. Можно, наверное, и эту постройку отключить. Также, вот этот вот большой ветрогенератор, я боюсь, что уже сюда сейчас едут ремонтировать. Хотя, давайте попробуем ее заглушить и посмотрим, что у нас будет с электринергии. 109. Что мы еще? Вот здесь заканчивается. Пока у нас только что закончился аномальный холод, причем, как вы помните в прошлой серии, что у нас игра проглючила, и у нас был одновременный аномальный холод и полевая буря, и метеоритные дожди. Кстати, они опять начинаются. Я вообще не понимаю, что с игрой происходит, почему игра так ненавидит нас. И, кстати, в одном из ваших комментариев вы со мной полностью согласились в том, что количество катастроф в моем прохождении просто аномальное, ну, граничащее практически с глюком. Но все же посоветовали мне жаловаться поменьше. Я с вами полностью согласен, что это как-то нехорошо получается. Раз я сам выбрал себе максимальный уровень сложности, то зачем и для чего я все время жалуюсь. Поэтому в этой серии я просто стисну зубы и, несмотря ни на что, буду продолжать игру. Давайте сейчас я пока буду вот на такой вот либо медленной скорости, либо на паузе, потому что я действительно собираю все ваши комментарии. У меня проходит 3-4 дня после каждого видео, и я практически все забываю, потому что играю в том числе и в другие игры. Поэтому давайте проверим, ну, сначала всех координаторов. Первый координатор. Здесь у нас все хорошо, запчасти для ремонта есть, все есть. И вот это вот нет, это надо прекратить. Давай ты перейти вот сюда и собери все в общий универсальный склад. Смотрим следующий биокоординатор. Здесь у нас какие-то проблемы из-за металла. Я все понял. И здесь у нас проблема с нехваткой до полимеров. Поэтому в первую очередь мы сейчас увеличим количество рабочих мест на полимеровом заводе и даже пригласим других специалистов, чтобы были не только специалисты-инженеры, но и все, кто захотят. Также у нас с электроникой пока не очень хорошо. Здесь надо увеличить все и можно немножко пока порисковать с машиностроительным заводом. Пусть тут будет как будет. Смотрите, что у нас происходило в прошлой серии. У нас заканчиваются подземные металлы, осталось силу 48, а редких металлов у нас осталось. Вот, к сожалению, не всегда попадает на эту точку. Так, начался. У нас опять обстрел метеоритами. Прикольно. Только закончился и сразу же начинается заново. Здесь мы, к сожалению, не можем, не всегда можем увидеть, сколько осталось редких металлов, но я помню, что последний раз здесь было около пяти. То есть все, сейчас мы добудем пять редких металлов, и редких металлов у нас больше не будет. Для этого я строю средний купол, который у нас будет охватывать и редкие металлы, и новые вот эти вот подземные металлы. Потому что сейчас у нас все закончится. И вот здесь я строю еще один металлоэкстрактор для того, чтобы вот этот вот купол у нас... Да, я вспомнил, почему я здесь не сделал металлоэкстрактор. Сначала я соберу все металлы вот с этого месторождения, а потом мы будем собирать уже с большого, где-то 1070. Да, у нас проблема прям тотальная с полимерами. И что я думаю? Раз мы не можем сами быстро сделать полимеры, давайте попробуем спросить у наших конкурентов. Ну, вот так вот сделаем, например, 40 нашего бетона. на сколько дадут полимеры. Обычно дают 15, 20, но иногда бывает там и 21. Пару раз такое было. Если повезет, оставим. Все, поехали. Я надеюсь, что сейчас быстро привезут нам полимеры и здесь все отремонтируют. Бабардировка метеоритами уже началась. Давайте посмотрим, где. Я не удивлюсь, если нас опять раздолбят все наши постройки, как и в прошлый раз. Опять получается, что я жалуюсь. Ну, да, я жалуюсь, но так оно и было. Как же мне еще тогда рассказывать? Посмотрим, куда ударит метеоритный дождь и что он нам разломает. Хорошо, если разломает какой-нибудь ветряк или там, например, там солнечную панель, это как бы будет фигня. А если он нам разломает что-то такое глобальное, например, вот тот же, к примеру, туннель. Вот как хорошо, я полностью с вами согласен, привозите мне 20 полимеров в обмен на мой бетон. К тому же, я помню, что бетон я сюда навозил. И, знаете, нужно взять отсюда несколько металла и отвезти на ее, потому что там металла нет совсем, а здесь металл все-таки есть. И далее я читаю ваши комментарии. По поводу прорывных технологий вы довольно много написали, что, как вы заметили, действительно нам вообще не дают никаких прорывных технологий. Смотрите, за 10 серий нам дали всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы хотя бы в прошлой серии смогли сделать вот эту вот миссию, чтобы нам дали... Мы даже не сделали. Вот это прикол. 9, я что, неправильно посчитал? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, и нам так и не дают новых прорывных технологий. Тут загорелся небольшой такой спор в комментариях. Я, к сожалению, не знаю, как дают эти прорывные технологии. Я вот говорю, смотрел на других прохождениях, там уже к 40-му соло вот здесь вот по 10 прорывных технологий. Причем все такие элитные. У меня же здесь, ну, 2-3 штуки только нормальных. Все остальные так себе. Но главное, чтобы... Не то, чтобы нормальные, ненормальные. Я уже не смотрю. Вот это, кстати, отличные технологии. Вот. Я уже просто хотя бы смотрю, чтобы нам дали еще одну прорывную технологию. Для этого сейчас нужно посмотреть, как у нас вообще по карте что исследуется. Так. Мы не можем пока попасть вот сюда. И мы сейчас изучаем верхний треугольник, потому что внизу мы уже все практически изучили. Все настроим, что только можно, чтобы не забыть. И продолжаем нашу игру. Вы пишите следующий ваш комментарий. Советуйте убрать солнечные панели из вот этого вот купола бета. Наверное, я с вами даже соглашусь. Действительно, они здесь уже не нужны, эти солнечные панели. Если бомбардировка меня волнует, где она идет, непонятно, куда падает. Пока я не вижу, куда падают метеориты. Надеюсь, что хотя бы вот они нам не раздолбят наши туннели. Потому что самое ужасное, если нам заденут туннель. Да, вот это вот будет самое прискорбное. Если вот этот туннель сломается, тут новых 30 запчастей, конечно, мы набрать, ну, можно сказать, что практически не сможем быстро. Конечно, там дальше с течением игры мы сделаем это. Но пока у нас, вот видите, катастрофически все. Дальше, что вы пишете? Нужно завербовать не специалистов. Действительно, у нас есть ракета. И у нас есть охранники. Поэтому давайте воспользуемся. Что мы еще можем? Здесь у нас 21. Здесь у нас 51. Один мы можем отправить в синее светило. Вы также пишете, что можно взять у японцев летающие дроны. Я не совсем понял, что это такое. Возможно, что когда вот украсть дрон, то тебе передают летающие дроны. Наверное. Но я пока этого не знаю. Давайте пока ничего. К тому же у нас с ними отношение так себе. Посмотрим, что мы можем взять у синего светила. Я все-таки пока за то, чтобы завербовать какого-то редкого колониста. Вот исключительного. Может быть, нам пришлют наконец-то гения. Заправка. И отправим его. И этот гений нам поможет, колонист-гений, развиваться нам вот здесь вот в очках науки. И изучать нам все эти дальнейшие технологии. Нам сейчас нужно резко как-то изучить вот этот вот соушатлами. Он нам очень сильно поможет. Также, что вы мне пишете, читаю дальше. Поменять деньги за бетон на синее светило. Интересно. Я этого не заметил в игре. Но вы говорите, что синее светило предлагает деньги за бетон. Здесь ждем нового бетона, которого, к сожалению, нет. Здесь... Почему у нас игра остановилась? Да, он еще никак не доедет до низа. Я очень много говорю. А игра стояла на паузе, к сожалению. Приближается метеорит. Давайте посмотрим, где он ударит. Ну, здесь совсем не страшно. Пусть бьет. Читаю следующий ваш комментарий. Исследовать голографическое сканирование. Это нам пригодится в дальнейшем. Да, я с вами согласен. Вот я его поставил. Но он 20 тысяч очков науки. И у меня такие уже сомнения. Когда это... Нужно ли нам оно так скоро? Ну да, скорее всего нужно. Действительно. Давайте все, что вы написали. Все сегодня в игре мы внедрим. Деньги за бетон. Так, деньги за бетон. Я отвлекся немножко. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Прям страшно даже. Синие светило. Контакт. Начать торговлю. Ага. Мы отправим... Вот я не совсем понял. Это мы им отправим в обмен на 372 миллиона. У нас пока деньги есть. 4 миллиарда с половиной. Нам дали за то, что раздолбали всю нашу колонию. Мы там прошли миссию бомба. И нам вот здесь вот все раздолбали и откинули нас на 15 солов. Поэтому вот мы сейчас находимся практически в прошлом. Потихоньку мы вылазим из этой вот непонятной ямы. Я почему-то не понял, почему не летит ракета-то? А вот она. Еле-еле летит. Неработающих построек очень много. Накопителей энергии из-за полимеров. Полимеры у нас наконец-то заработали. Но почему-то их тратится прям очень много. У меня есть подозрение, что здесь тратится много полимеров. Давайте мы пока закроем, к сожалению, художественный магазин. И посмотрим, как у нас углекислотный двигатель мы выучили. Ой, как хорошо. Так. Это хорошо. Давайте сразу же поставим СУ дронами. Вы также о нем писали еще в прошлой серии. Поэтому проблемы с транспортировкой дронов. СУ шаттлами что нужно? Электроника, полимеры, которых у нас нету. И бетон. Ну ладно, давайте для начала просто прикинем, где его можно поставить. Конечно, хорошо поставить здесь. Потому что здесь у нас находятся вот эти вот топлива. А как вы знаете, что вот этому СУ шаттлам нужно топливо. Но я все-таки думаю поставить где-нибудь вот здесь, если он не помешает. Вот здесь вот. Так, у нас здесь еще не доделалось. Весь металл еще подземный вычерпан. Ну что я думаю? Здесь будет хорошее место, потому что вот это вот закончится практически мгновенно. А когда еще построится наш СУ шаттл, ему просто негде, его негде ставить, согласитесь. Здесь ставить как-то глупо. Вот здесь ставить, он будет мешаться проезду. Везде здесь тоже будет мешаться проезду. Вот на этом месте можно его поставить бы было. Но здесь стоит металлоэкстрактор пока еще. Кстати, можно его поставить рядом с вот этим вот нашим СУ дронами управления. Кстати, может быть действительно это хорошая идея. У нас еще есть второй. А, я пока только думал, что поставить где-нибудь еще второй СУ дронами вот здесь вот. Это для того, чтобы нам обслуживал наш вот этот вот средний купол, на который тоже никак ничего не накопится. И вы также пишите, что нужно построить разработчика игр. Я разработчик игр, я вроде бы даже уже говорил, я его планирую построить вот здесь вот в новом куполе в среднем. И он где-нибудь здесь будет красиво и гордо стоять и нам давать немного денег. Я знаю, я уже делал в других играх разработчика игр. Он дает очень мало, по 100, по 200. Очень редко по 500 миллионов долларов. Ну, как говорится, хоть маленькие деньги, но тоже. Я планирую деньги зарабатывать на всяких катастрофах. Я уже привык, стиснув зубы, терпеть то, что у нас постоянно что-то ломается и на нас обрушиваются всякие там аномальные холода с бомбардировками. Поэтому я буду лучше на этом деньги зарабатывать. Если мне что-то еще предложат, то я соглашусь. Так, здесь у нас бетон-то есть? Есть. А почему-то работают они очень медленно. Знаете что? У нас есть 10 электроники и есть бетон-400. Я сюда его привез. Поэтому я все-таки думаю... Да, и у нас вот это вот обслуживание не задевает. Я думаю, во-первых, нам надо увеличить количество дронов. Вы также об этом, кстати, писали, что у меня очень мало дронов. А во-вторых, я думаю, что где-нибудь вот здесь нужно поставить... Знаете, в чем еще проблема? Вот здесь вот место, конечно, просто великолепное. Для вот... Да, он задевает все. В частности, вот это вот новое месторождение металла. Но есть одна проблема. Если сейчас начнутся какие-то там пылевые вихри или какие-нибудь испытания, то у нас они обычно все испытания рушат то, что рядышком. То есть, они, например, вот сюда не упадет метеорит и разрушат нам всю инфраструктуру, а также убьет нам циодронами. Поэтому, может быть, поставить его где-то в сторонке... Здесь его тоже ставить нельзя. Он будет очень быстро загрязняться от вот этого вот металлоэкстрактора. Можно его поставить где-нибудь вот здесь. Вот здесь. Но если нас накроет, то накроет, возможно, также и здесь. Тут не угадаешь, как игра над нами поиздевается, никогда заранее не предугадаешь. Ладно. Раз мы нашли хорошее место, давайте сделаем так. Он у нас будет здесь все закрывать. К тому же, вот это вот пересечение с этой зоной мы здесь можем поставить так же. Еще один универсальный склад. Для того, чтобы он задевал и этот ДУ шаттлами, вернее, ДУ дронами, и вот этот вот ДУ дронами. Да, отлично. Будет такой вот у них обмен. Все, поехали дальше потихонечку. Как я сказал, мы ждем, когда у нас закончатся металлы и редкие металлы. Кстати, с металлами тоже не все очень хорошо. Какие-то постройки у нас до сих пор поломаны. Машиностроительный завод. А, ну да, потому что всех людей я перегнал работать на полимерный завод. Вот, и у нас почему-то все равно резко уменьшаются полимеры. И перегнал работать на завод электроники. Вот электроника, да, потихонечку у нас прибавляется. 76 у нас человек. Дети перестали рождаться, потому что в куполах все плохо. Азартные игры и выпивка. Не понял, с выпивкой же все было хорошо. Просто она, видимо, вся забита. Нужно думать, как и что распланировать в социальных зданиях. Во-первых, вот здесь вот у нас работают инженеры. В основном, кстати, и ботаники. Для инженеров у нас нужно кафе. Я думаю, несмотря на то, что у нас проблема с людьми, кафе все же нужно открыть для того, чтобы поднять комфорт. Он также передастся и вот сюда. А вот как можно сделать. Мы можем здесь вот так закрыть. И у нас здесь будет кафе работать. И, надеюсь, что заработает кафе еще и здесь. Посмотрим этих людей, которые у нас работали в куполе Альфа. Перемещаем их работать в купол Бетта. Еще один человек, тоже без профессии. Он, к тому же, уже живет в Гамма. Отлично. Все, мы переместили. Сейчас все отремонтируется. И будет у нас все хорошо. А тем временем я пока посмотрю следующие ваши советы. Вы рекомендуете привезти еще один ДУ-транспортер. Я с вами полностью согласен. А что это у нас такое? Ожидание прибытия требуемого груза 6 охранников. Да, это мы хотим улететь в синее светило. И вы рекомендуете изучить и поставить требоочистители. Тогда у нас не будет так сильно уходить запчасти на вот это обслуживание. Смотрите, требоочистители стоят, в принципе, не так уж и много. Всего 13,5 тысяч очков науки. Поэтому, наверное, можно его тоже поставить в очередь. И меня уже заколебали эти все метеориты. Нужно будет поставить в очередь еще и систему защиты от метеороидов. Вот этот вот АМ-лазер. У нас, к сожалению, сейчас уже все забито. Нам, конечно же, нужно изучить вот эти вот марсианские стойкости, для того, чтобы у нас люди стали меньше психовать гораздо. И после этого мы уже будем изучать то, что вы написали. Дальше. Вы заметили, что немного ухудшилось качество видео. То есть, когда вы смотрите в движении, когда вот, например, вот так, смотрите, картинка двигается, то появляется какая-то размытость. Я скажу то, что видео получается очень огромное. Я порой записываю по 2-3 часа. Потом монтирую и ужимаю, как могу. Но чтобы было интересно вам, и чтобы ничего важного не пропустить. То есть, я играю как бы напрямую. Я никогда ничего не перезаписываю, не перемонтирую. Я просто вырезаю всякие э-м-м и всякие задумывания, когда ты просто сидишь и пялишься в экран, и ничего как бы не можешь придумать. Поэтому я немножко уменьшил битрейт. И если вы считаете, что качество видео... Давайте я сейчас так подвигаю. Если вы считаете, что качество видео резко ухудшилось, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, и я верну все обратно. Это несложно. Просто видео будут побольше, и у меня они будут конвертироваться не по 2 часа, а по 3. Ну, что ж, переживу. Главное, чтобы было качество для вас. Также вы заметили по поводу звука, что чуть-чуть изменилось качество звука. Дело в том, что я сделал другие настройки микрофона, чтобы не было очень сильно всяких там... Извините, сейчас приготовьте ваши уши, чтобы были П, Б, Ф, С. Вот чтобы такие звуки у меня немножко убирались, мне пришлось немножко подмудрить над микрофоном, чтобы как-то сгладить эти звуки. Я надеюсь, что звук все-таки стал, может быть, чуть-чуть искаженный, но лучше без каких-то ударов по ушам. И читаю дальше. Аккумуляторы. Поменять аккумуляторы. Да, да, да. Я все помню. Поменять аккумуляторы вы мне писали еще в прошлой серии. Я не помню, изучили ли мы аккумуляторы, потому что действительно уже прошло. Да, мы изучили атомные аккумуляторы. Их нужно поменять. Сейчас у нас ничего такого резкого нету, поэтому я ставлю на паузу. Разрушаю вот этот вот первый аккумулятор. Он у меня будет жертвой. У нас, наверное, тут отцепится или нет? Разрушаем. Главное, чтобы не появилась надпись, что у нас разорвана сеть электроэнергии. Это было бы не очень хорошо. Можно, наверное, чуть-чуть ускориться. Тут у нас просто идет бомбардировка метеоритами, поэтому мне не хотелось бы, чтобы сейчас я что-то пропустил из-за того, что ускорился. С едой у нас пока нормально. Так, уменьшаем. И ставим нормальный атомный аккумулятор, который будет у нас хорошо держать электроэнергию. Вы предлагаете вообще убрать все вот эти вот накопители энергии? Я, наверное, с вами даже полностью согласен. Но что я думаю? Я действительно сейчас вот этот вот, например, уберу. Да, вот этот вот надо убрать. И вот этот. Зачем тут два? Знаете что? Давайте я вот этот вот уберу и вместо него поставлю еще. Потому что один атомный аккумулятор ставить очень рискованно. Если здесь нас накроет какая-нибудь электростатическая буря и выйдут в строй наш аккумулятор, а такие задания, эмиссии тоже есть, то надо просто думать о том, как перераспределить всю энергию, не торопясь поставить атомный аккумулятор. Как его лучше поставить, чтобы удобно было входить-выходить рабочим? Да вот так, наверное, самое то. Итого, мы можем, как только построится у нас вот этот атомный аккумулятор, я убью вот этот и... А знаете что? Я вдруг сейчас подумал. Наверное, нужно поставить три атомных аккумулятора. Один здесь, один здесь, а один я поставлю где-нибудь вот здесь. У нас не достает? Да, не достает. Вот здесь вот атомный аккумулятор. Для чего? Для того, чтобы если что-то у нас случится, то электроэнергия от атомного аккумулятора всегда поддерживала один из куполов. А вот эти все мелочи, я, конечно же, вы вот это вот все, я все это уничтожу. И мы... Смотрите, сколько с вами сохраним полимеров. Конечно, большое спасибо вам, что за атомный аккумулятор. Наверное, я бы тоже догадался, но лучше, когда вы написали, и мне не надо думать. Я все просто внедряю, что вы написали. Смотрите, у нас с СИУ-дронами уже практически готов, и сейчас добавятся новые дроны. Их там по умолчанию кажется 8 штук, и они немножко разгрузят наш вот этот вот суперзагруженный верхний СИУ-дронами. Ну, давай, мой друг, делайся. Тебе нужно очень много работать здесь. У нас мало ресурсов полимеры. И сколько здесь? 6 штук. Странно. Подождите минутку. Я что, не изучил такую науку, что у меня увеличивается? Да, изучил. Вот, плюс 2 дрона. Непонятно, но значит он вообще по умолчанию еще меньше. Не 6, а, например, 4. И смотрите, это наконец-то случилось. У нас экстрактор истощился. Все, редких металлов у нас больше нет, поэтому мы пока увозить их больше не будем. Все, здесь мы закрываем, и, наверное, а что тянуть-то? Да, нужно ломать. Иногда бывает такая наука, которая позволяет работать металлоэкстрактором даже после того, когда они исчерпают все ресурсы. И, между прочим, они дают очень даже неплохо. Но сейчас, к сожалению, у нас такой науки нет. Она обычно дается в прорывных технологиях. Как вы знаете, прорывные технологии нам просто не дают. Вот просто не дают. Какой-то глюк, какой, пока не знаю. Но будем разбираться в течение этой серии. Все, пошла зарядка потихонечку. Можем, наверное, мы уничтожить вот этот вот накопитель энергии. Кстати, интересно, если я вот уничтожу вот этот вот накопитель энергии. Электростатическая буря. Ну, я бы не стал рисковать сейчас и играться с тем, что удалять все вот эти вот полимеры, вернее, удалять все вот эти вот накопители энергии, потому что нас ждет... У нас еще не закончилась даже бомбардировка метеоритами. А нас опять ждет еще одна катастрофа. Хорошо, здесь мы заглушим. Подождем, когда у нас сделаются подземные металлы. Все исчерпаются. Вот такие я не люблю провода, потому что они тоже рвутся. Их лучше всего уничтожать, чтобы от них не оставалось даже и следа. Я прекрасно знаю, что у нас все плохо с полимерами. Нужно просто как-то это пережить. Здесь постройка... Давайте ее снесем. Как это было бы не прискорбно, я все-таки решил ее снести. Воду мы так и не успели набрать, к сожалению. Не будем зато обслуживать вот здесь вот на полимерах. И вот здесь тоже прям подходит к концу. Но я бы здесь вот не стал рисковать и удалять. Жалко, что с других вот этих вот накопителей энергии при удалении не перетекает энергия в другие накопители энергии. Раздельные энергосети. Это где? Да, здесь действительно раздельные энергосети. Видимо, вот здесь вот было соединение. И нам нужно как-то все это добавить. Как тут сделать так, чтобы у нас все было едино. Наверное, вот здесь вот нужно подключиться к куполу. Он передаст энергию сюда, этот передаст сюда, этот сюда, сюда, сюда. Да, вот таким образом мы сможем передать всю энергию. Заканчиваются совсем подземные металлы. И так как он у нас исследовался ЦУ-шаттлами, я все-таки предлагаю его где-нибудь установить. Я его предлагаю установить вот на, например, этом месте. Будет удобно здесь рядом со всеми складами. Обслуживаться будет пересечение вот этих вот ЦУ-дронами. Если что, какой-нибудь из них сломается, то не будет никаких проблем. Здесь у нас нужно из самого сложного... Ну, все, ну, самое сложное. Полимеров 34. А, я думаю, это нам, да, привез. Это нам привез вот этот вот хороший наш конкурент. А здесь что у нас? Не помню, что он нам выгружает. Но электростатическая буря сейчас нам как тут даст. И... Ой-ой-ой-ой. У нас здесь хоть и накапливается. Я бы, наверное, бы перевез отсюда. Я будущее связываю вот с этим месторождением и вот с этим месторождением. Нам надо потихоньку-потихоньку копить деньги, копить ресурсы для того, чтобы сделать наконец-то этот купол. Очень надеюсь, что в этой серии мы все сможем сделать. Если, конечно, эта полевая бурь не нападлит нам что-нибудь новенького. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Запчасти у нас, ну, как-то держатся, кстати, удивительно. Тут никто не работает, а запчасти все равно потихоньку прибавляются. Видимо, сказалось то, что мы выключили несколько электрических панелей и ветрогенератор один, правда, мы выключили. И пока у нас запас по электроэнергии есть. Как у нас насчет накопления? Я что-то не совсем понимаю. Зарядка 44. Ну, сейчас у нас закрыты эти панели. И потихоньку накапливается уже 800. А в простом сколько у нас? А в простом 300. Да, нужно накопить значительно больше, прежде чем... Вот рискованно, рискованно. Я же чувствую, что это неправильно удалить вот здесь вот накопитель энергии. Но я, наверное, сейчас это сделаю для того, чтобы... Да. Я удалю его. Чтобы не тратить полимеры наши драгоценные. И здесь, наверное, тоже можно заглушить. Тем более, что скоро у нас будет полевая буря. И нам не понадобятся эти солнечные панели. Они просто не будут работать. Здесь как быстро... Он у нас даже полимеры откуда-то взял. Ну, понятно, откуда вот эта вот ракета привезла. Вовремя у нас появились полимеры. И мы вовремя здесь все отремонтировали. Осталось всего 29 металлов. Скоро нужно будет открывать новый металлоэкстрактор. Кстати, что у нас с рабочими и безработными? 70 человек. Что-то прям... Ну, я не знаю, что у нас происходит. Я, опять же говорю, смотрел несколько других прохождений. Там просто ломится все от детей. Просто... Ну, там, конечно, и катастроф почти нету. Так, раз в 10 солов какая-то мизерная катастрофа. У нас то ли игра проглючила, то ли просто... Ну, такой рандом сложился, удивительный. Что просто постоянно нас чем-то бьет. Я себе записал, что запланировал делать вот сюда туннель. Еще в прошлой серии. По запчастям, в принципе, мы можем начать его делать. Я бы, наверное, переждал бы электростатическую бурю. Я такой говорю, я бы переждал электростатическую бурю. Но наверняка, как только закончится у нас электростатическая буря, которая еще, кстати, и не началась. Нам опять кинут что-нибудь интересненькое. Давайте начнем удалять вот эти вот солнечные панели, которые у нас все равно закрыты. С них мы возьмем хотя бы хоть какие-нибудь ресурсы. У нас потихоньку здесь прибавляется, все хорошо. Здесь скоро заработается у шаттлами, и будет прям намного полегче, потому что все ресурсы будут перевозиться. Например, я напомню, что вот у нас вот здесь вот работает такое бетонное месторождение, а бетоны наверх не перевозятся. Поэтому, скорее, спецоперация прошла успешно. Завербован колонист по образу и подобию и святость. Святость. Вот у нас есть один святой. Поднимает настрой всех набожных жителей в куполе, и положительные эффекты от присутствия некоторых, нескольких святых суммируются. И по образу и подобию, насколько я помню, это не здесь, а в особенностях. Вот, по образу и подобию, колонист случайным образом передает другие свои черты тем соседям по куполу, у которых меньше трех черт. Ну, ладно, тоже хорошо. Главное, что ракета наша, это все-таки улетела, которая была рядом с куполом бета. Вот это вот ракета. И новое предложение. Да, давайте разживемся, я согласен, пусть привозят спецоперации, две постройки не работают. Тут выпариватель не работает. Ой, мама, Мия, тут он не работает. Да, хорошо, что мы еще не построили вот этот вот купол, и что мы сюда не заселили людей, потому что иначе бы... У нас бы была нехватка воды, и все бы было просто ужасно. Здесь у нас нет металлов. Вот я же записал себе на листочек, что нужно отвезти металлы вниз, а так их и не отвез. Мы загрузили тут все, загружаем тут все, даже побыстрее. И увозим все наверх. ЦУ-шаттлами с кокун. Его сейчас строить, наверное, без толку, потому что в электростатической буре он не будет работать. А вот по металлам, посмотри, 24, это уже притык. Кстати, я не понимаю, почему. Вот здесь вот у нас... Наверное, вот что нужно сделать. Я все понял. Давайте здесь все-таки мы построим вот этот вот ЦУ-дронами. Для этого нужно перевести сюда куда-нибудь этот занят. А этот у нас находится здесь. Нужно его вот сюда, наверное, поставить. Для того, чтобы он задевал вот эти вот ресурсы. Нет, даже вот сюда. И главное, чтобы они не попались вот на этом полевом вихре. У нас уже началась электростатическая буря. Похоже, да. Но вот куда вы пошли, бестолочи? Там же у нас ураган бушует. Давайте быстрее тогда все забирайте и переносите. Все, ракета прилетела. Пассажиры приехали. До электростатической бури мы успели все посадить. И хорошо бы отправить еще одну... Опа! Еще одну экспедицию, которую... Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Здесь 13, здесь 23, здесь 22. Давайте посмотрим у бразильцев. Нет, у бразильцев мы пока ничего не можем. Здесь мы тоже пока ничего не можем. Да, пока отменяем все спецоперации и просто пытаемся выжить. Сторонние специалисты не работают, но я могу их ускорить. Причем круто вот так вот ускорить. Почему? Да потому что нам дали деньги за бомбу. Мы испытали дело в том, что в прошлой серии какую-то бомбу и нам тут все вот так вот посносило. Если вы смотрели предыдущую серию, практически каждую постройку задело. Этот метеоритный дождь и там аномальный пылевой вихрь и все остальное. Взрывная волна. Но зато мы получили деньги и сейчас можем шиковать, тратить это все. Знаете, что я думаю? Если нам придется вставить еще один выпариватель, то лучше для него запрограммировать место. Давайте сразу же запрограммируем. Мало ли чего. Поворачиваем. Потому что у меня уже есть такое ощущение, что нам не хватает выпаривателей. Очень прям мало. Вернее, как? Вода-то прибавляется, но... Да, я думаю, знаете, что я поставлю выпариватель. Тут всего нужно 5 полимеров. Пусть он сделается. Правда, блин, мы не успеем, конечно, до полевой бури. Но пусть. И тогда он будет давать эту воду в систему. У нас будет как бы... Мы его будем включать, отключать, так же, как и с другими. А вот этот вот аккумулятор нужно сделать, конечно же, не здесь рядом. Этот, наверное, тоже можно вырубить. Я ночью посмотрю, когда ночь настонет. А мы аккумулятор поставим куда-нибудь рядышком. Вот таким образом. Да? Да, почему бы и нет? Ты где, мой дорогой друг? Ты все выгрузил здесь, металлы есть, все отремонтировал, вода потихоньку прибавляется. Ну и молодец. Тогда тебе нужно съездить. Я бы вот не стал так оставлять. Тем более нас ждет электростатическая буря. А вы знаете, что это такое заподлянское явление, которое всегда взрывает топливо. Поэтому топливо лучше перевезти. Здесь мы уничтожим, потому что мне это не нравится так близко к нашему туннелю. Нет. И поставим мы еще топливный склад где-нибудь вот здесь. Сейчас мы посмотрим. Да, все задевает, все прекрасно. И перевезем все топливо вот туда наверх. Давайте так мы сейчас сделаем. Отсюда забираем все топливо. Перевозим это топливо вот куда-нибудь сюда. Я думаю, он дальше все сообразит. То, что нужно делать. Очень быстро построился атомный аккумулятор. Прямо это не перестает радовать. Прямо как в сказке. Здесь уже практически зарядился. Все. Можно начать ломать все вот эти вот накопители энергии. Сейчас будет разрыв сети. Да, будет разрыв сети. И вот, что я тогда думаю. Не работаю. Раздельные электросети. Да, да, да. Я все понял. И это, кстати, между прочим, все правильно. Мы тогда все вообще уничтожаем. Придется немножко потерпеть. Прямо совсем чуть-чуть. У нас еще электростатическая буря одновременно, что ли, началась? Нет. Это просто я все сломал. Да, давайте быстрее. Ломайте. Ну, быстрее, друзья, ломайте. Сейчас я придумал другую идею для вас. Мы сделаем прямой проход электропровода. Отсюда сюда. И дальше он все сообразит и сделает. Потом мы доломаем. Да почему потом? Давайте сразу же доломаем. Вот этот вот микрохвостик. Все. Теперь у нас все сломано. А провод у нас сейчас будет. И все заработает. Еще немножко. Последний сектор осталось сделать. Так, найдена новая аномалия. Ой, как хорошо. Где она найдена? Она найдена там, где мы не можем ее взять. Ну что ж. Наверное, пришло время. 30 запчастей. Найдена аномалия. Наверное, пришло время делать вот здесь вот тоннель. Бразилия предлагает нам 18-го обмена на 40. Я пока не соглашусь, потому что у нас полимеры пока есть. Неработающие постройки, выпариватель. А выпариватель-то почему не работает? Да я знаю почему. Потому что вот здесь вот у нас до сих пор еще не сделался металл. Мало ресурсов электроники. Что-то с электроникой прям совсем у нас беда непонятная. Люди работают. Все есть. Здесь уже практически все готово. Дальше смотрим. Здесь, понятно, это раздельные электросети. Ну давайте, люди, работайте. 20 на 40. Вот это другое дело. Наверное, последний раз я соглашусь с вами. Здесь у нас уже нету совсем. Сканировано. Ты что у нас делаешь? А ты, если я не ошибаюсь, увозишь топливо на север. Отлично, молодец. Увози отсюда все, потому что скоро здесь все начнет ломаться. Кстати, насчет ломаться. Здесь металл, здесь металл, а здесь запчасти. Поэтому запчасти надо, наверное, перевести сверху. Один купол без жизнеобеспечения. Блин, они все-таки его построили. Ладно, тогда делаем вот что. У нас сейчас будет электростатическая борь, и нам некогда будет следить за этим куполом. Хотя, давайте сейчас думать логически. Смотрите. Мы можем начать делать всю инфраструктуру к этому куполу постепенно. Тут вот рискованно, конечно. Но мы можем, например, во-первых, подключить воду вот отсюда. Давайте сразу же это сделаем. И у нас, конечно же, для того, чтобы снабдить полностью вот этот вот наш купол новый, нужно будет электроэнергии прям очень много сделать. Потому что вот этого одного не хватит 100%. Придется добавлять... Я все-таки пока еще сомневаюсь, стоит ли нам здесь сейчас начинать делать вот этот вот купол или не стоит. Вообще, я его, конечно, строил не просто так. Нам нужны редкие металлы. Редкие металлы у нас закончились. Ай, я даже не знаю. Конечно, вот сейчас бы прекратить серию остановить и посоветоваться с вами, чтобы вы сказали. Но серия получилась прям очень-очень маленькая. У нас все резко уменьшается. Не понимаю. Не понимаю, что происходит. Все, я решил. Я буду развивать купол вот этот вот новый для того, чтобы экстрактор редких металлов задействовать. Он нам, правда, очень нужен. Жизнеобеспечение. Во-первых, нужно обеспечить электроэнергией. Ну, давайте подключим все, что только можно. Во-первых, сделаем. У нас есть... Я думаю, надо ставить генераторы стерлинга. Как-нибудь вот так. Раз. Дополнительный генератор. Сколько ему нужно? 30 электроэнергии. Ой, как много. Да, одного, конечно, генератора не хватит. Но здесь опять мы упираемся в электронику. Электроника уже работает прям вовсю, но все равно никак не может. Я, наверное, пока заглушу. Да, давайте заглушим. Сау-шаттлами. Как только закончится электростатическая буря, мы сразу же все это включим. Потому что 51 у нас по электроэнергии, это причем с солнечными панелями. Значит, ночью будет еще меньше. Это меня не радует. Вот когда мы разломали этот накопитель энергии, у нас пошли настоящие проблемы. Если что, мы, конечно, можем открыть вот эти вот два генератора стерлинга, которые мы сделали как запасные. Но пока пусть будет в резерве. Так, один у нас без жизнеобеспечения. Здесь просто тупо-на-тупо мы ждем, когда сделается электропитание. Ждем, когда у нас прибавляется... Почему убавляется? А, ну понятно почему. Потому что как бы считается, что на купол расходуется вода. Вот пылевая буря нам, конечно, сильно сейчас опять подвредит. Но я все равно буду продолжать свою идею того, что нам нужно вот этот вот купол начинать развивать. Для начала хотя бы построить здесь одно жилье. Ну, конечно же, после того, как мы обеспечим жизнеобеспечением. Жизнеобеспечением, чтобы обеспечить, нужно... Все, электро... Началась электростатическая буря. Три соло, вернее, четыре соло у нас будет электростатическая буря. Не работают несколько построек, художественный магазин. Интересно, почему? Сюда же привезли полимеры. А, здесь просто нет людей. Осталось всего два. Все, включаем здесь металлоэкстрактор. Пусть достраивается. Потому что буквально вот через, может быть, до конца этого соло у нас закончатся металлы. И всех, кто здесь работает, нам нужно будет перевести на вот этот вот металлоэкстрактор. Я, кстати, еще понимаю, почему у нас начались проблемы с психикой. Дело в том, что у нас постоянно катастрофы, а люди, например, вот здесь вот, постоянно работают. И, возможно, у кого-то вот уже нервы совсем сдают, полевая буря, видите ли. Сейчас мы найдем совсем таких диких психов. И их куда-нибудь переставим работать в другое место. Ну, знаете как, ярых психов нету, поэтому подождем. Здесь проблема уже решается. Полимеры наконец-то появились. А я думаю, они появились за счет того, что вот эти вот ракеты нам привозят. Здесь мы пока заглушили. Ждем три соло. После этого все включаем. И все у нас начинает работать. Здесь, опять же, нужно ждать, когда сделается электроника. С электроникой проблема, с комфортом тоже проблем нет устроить. Нету роскоши. Роскоши нету, но полимеры уже привезли. Все. Закончился металл в этом металлоэкстракторе. И ждем, когда здесь достроится. Вот они едут уже, я вижу, да. Привезли бетон и сейчас все построят. Как только здесь построится, можно даже чуть-чуть ускорить, мы закрываем там и приглашаем всех работать в новое место. Вот сюда, в этот металлоэкстрактор. Готово? Да, все готово. Закрываем, друзья. Выключаем и разрушаем. А здесь, я думаю, вот что нужно сделать. Посмотрите, какая зона охвата. Нужно где-то здесь поставить несколько свалок, для того, чтобы возить было не очень далеко. Вот так вот с шрифтом поставим. Раз. Два. Ну, еще одну свалочку поставим. Я думаю, на какое-то время нас это обеспечит. Я не помню, как там по греческому алфавиту. Альфа, бета, гамма, дельта. Да, наверное, его нужно назвать дельтой. И тогда у него, если будет имя, с ним все будет хорошо. Давайте назовем его дельта. Все, у нас теперь есть купол дельта. Альфа, бета, гамма, дельта. Все, отлично. У нас теперь есть четыре купола. Он у нас, блин, тоже тратит полимеры. Давайте его заглушим пока, чтобы он... Взрыв топлива. Где взрыв топлива? Здесь. Еще и потери ресурсов. Я же всегда закрываю. Вот, видимо, не доглядел. Вот здесь у нас еще есть такой момент. Здесь тоже мы тогда закрываем, чтобы случайно не взорвалось. Я не знаю, сколько здесь чего было привезено. Обидно будет, если здесь была электроника, которая, кстати, смотрите, потихоньку начала прибавляться. Очень интересно. Наверное, нужно не терять эти два соло, потому что электростатическая буря закончится через три соло. Ну, понятно, потому что вот здесь вот у нас уменьшается. Электростатическая буря-то у нас скоро закончится. А вот купол нам нужно делать. Да. Поэтому ставим, наверное, приоритет над ДУ-шаттлами, чтобы он тут у нас всем управлял. Здесь мы поставим поменьше. И будем думать, как нам развить всю энергосистему здесь. Ну, во-первых, хорошо бы, так как у нас здесь есть нагреватель, поставить еще один бак с водой. Потому что в другие места баки с водой мы ставить не можем, к сожалению. Значит, здесь будет обслуживание воды. Вода будет браться отсюда, но не только. Так как я боюсь, что здесь у нас что-то взорвется или поломается, а вот этому вот выпаривателю не страшны аномальные холода, то я думаю, что нужно будет... Где у нас охват? Ой, у нас вообще великолепный охват. Я думаю, что нужно будет поставить где-нибудь вот здесь еще один выпариватель. Поэтому мы ставим здесь такую микросистему. Во-первых, три обслуживания. Одно обслуживание. Ну, давайте пока так. Приближается метеорит. Стоп. Где ты приближаешься? Ну, ладно. В этот раз тоже повезло. Спасибо. Это неплохо. Смотрим в дельте. Здесь мы делаем вот такую вот сначала кислородную всю инфраструктуру. И здесь нужно такое микрособственное электропитание подать. Ну, для начала, чего у нас там много? Давайте посмотрим. У нас здесь, я помню, есть бетон. И все. И даже железа у нас нет. Да, это не радует. Мы с электроникой так сильно не напасемся. Но генератор стерлинга в закрытом состоянии. И, как говорится, построил один раз и больше не думай об этом. Поэтому, наверное, я построю вот здесь вот еще один генератор стерлинга. Мы еще вот этот даже не достроили. Итого у нас будет, смотрите, 30 электроэнергии. Ну, и, наверное, парочку вот здесь поставим ветряков где-нибудь. Потому что нам нужно все-таки как-то разделить все источники энергоресурсов, жизнеобеспечения. Вот так это правильно называется. Потому что, если что-то ударит сюда, будет работать здесь. Если что-то ударит сюда, то у нас будет работать здесь. Да, это может быть несколько расточительно, но нам нужно думать о будущем. Ага, вот здесь вот мы тоже можем выключить вот этот вот накопитель энергии. Жалко, что он уже отремонтировался. Вот здесь мы, кстати, можем еще завернуть. Вот даже давайте сейчас попробуем. Это было бы интересно. Давайте вот наймем еще одного исключительного колониста. Отправляем его. Сейчас он должен, да, все заработать. У нас есть? Да, есть охранники. Все хорошо. Я что думаю? Когда мы вот здесь сейчас запустим экстрактор редких металлов, то мы здесь поставим еще один завод электроники. У нас нормально будет так. Какая взрыв ресурсов? Чего опять случилось-то? Где? А, это в самом... Слушайте, хорошо хоть не сломал топливный комбинат. Слава богу, что сам топливный комбинат работает. Просто взорвались все ресурсы здесь. Уже, как говорится, игра не знает, как докапываться. И она взрывает уже в самом топливном комбинате. Ни разу такого не видел. Обычно вот на складах по чуть-чуть взрывается. Особенно любят взрываться универсальные склады. Тут все хорошо. Сила рожденных на Марсе. Наконец-то. Мы изучили с вами науку. Тогда наши колонисты не теряют душевного равновесия после бедствий. А у нас эти бедствия просто заколебали. Теперь хотя бы будет все хорошо. Сторонние специалисты заканчиваются. Деньги у нас тоже стремительно уменьшаются. Было тут 7 миллионов, миллиардов, вернее. Теперь уже осталось 4. Мы все вкладываем в науку. Все деньги в науку. Какие мы молодцы. Замечена опять протечка. Но сейчас она будет постоянно. Протечка, протечка, протечка. Да, металлоэкстрактор. Заканчиваются ресурсы. Да. Наверное, вот что нужно сделать. Полимерный завод. Полимеры сейчас пока есть. В запасах полимеры есть. Электроника тоже есть. Ты где сейчас у нас катаешься? Ты у нас все бетон сюда возишь. Ну ладно, вози тогда. Вози пока нет воды. Правильно нет воды, потому что все закончилось. А здесь у нас не хватает электроники. Ну, нам всего лишь нужно пережить 21 час, и у нас все будет хорошо. 79, подождите. Мне кажется, у нас родился ребенок. Да, у нас родился ребенок. Мало ресурсов воды я знаю. 20 часов осталось, тоже знаю. Когда будет, например, один последний час, я включу работать вот этот вот СУ Шаттлами Скакун, и у нас все нормально заработает. Машиностроительный завод. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас с электроникой стало более-менее хорошо, с полимерами более-менее хорошо. А кто у нас еще работает на внешних постройках? Вот эти вот шахтеры. Давайте их тоже проверим. Нет, шахтеры крепкие ребята. Купол без жизнеобеспечения? Неужели вся вода закончилась? Да, это вот все отголоски той глобальной катастрофы предыдущей серии. Ну, сейчас у нас все пойдет резко вниз. Просто тотально резко вниз. Смотрите, зеленые полоски, зеленые полоски, и тут, можно сказать, почти зеленые полоски. Сейчас у нас резко все уменьшится. Эх, пережить осталось всего 8 солов. Давайте я даже ускорю, потому что здесь уже ничего от нас не зависит. Воды нету, ничего нету, и не успела просто тупо накопиться. Взрыв ресурсов. Где? Ладно, я обещал не жаловаться, я этого делать не буду. Все ресурсы, которые мы сюда перевезли, как вы видели, что с ними случилось, с этими ресурсами? Осталось 2 часа, вам, ребят, надо подаваться. Вот, все, 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 все. Я вижу, что вы сходите с ума. Через все, 0 часов. Стоп. Во-первых, включаем вот здесь, вот доушатками, чтобы он достроился, наконец-то. Во-вторых, все, пошла вода. Причем вода должна пойти очень хорошо, потому что я построил еще один выпариватель. У нас аккумулятор разрядили. Нигде больше не осталось аккумуляторов, чтобы случайно там не забыть ничего? Нет, нет. Да, мы все другие аккумуляторы убрали. Вот оставили, значит, один на этот купол, один оставили на этот купол и один на этот купол. И если мы думаем развивать вот наш следующий купол, то нужно здесь где-нибудь ставить тоже аккумулятор. Но для начала нужно все-таки потери ресурсов. А, это все та же самая. Нет, дети родились. Операция прошла успешно, и нам опять дали не гения. Нам дали знаменитость. Ну, спасибо, что хоть что-то дают, конечно, но я хотел не этого. Я хочу, чтобы у нас вот здесь вот был гений, и здесь наполнилось 150 очков. Ладно, давайте сторонние специалисты 4 миллиарда. А, рисковать так рисковать. Нам сейчас надо вот это все очень быстро изучить. Тотально быстро, как только можно. Все, сейчас нас оставят в покое хоть на чуть-чуть. Я очень надеюсь, что нас оставят в покое. Здесь начинается прибавление. Да, пошло. Здесь мы воды накопим. Кислород. Ну, понятно. Нет, мало ресурсов воды, я все прекрасно знаю. Вода начинает прибавляться потихоньку, но верно. Ой, вот это плохо. Стоп. Сюда нужно срочно. Уже прям понял. Вот так вот. Успеет этот инженер выпуститься. И здесь давайте проверим. Нет, здесь все в порядке. Здесь еда-то, между прочим, уменьшается. Еда уменьшается. Три постройки не работают. Мокси не работает, потому что не подключены к электрической энергии. Это кто у нас? Семь пассажиров готовы к посадке. Вы привезли нам знаменитость. Ну что ж, садитесь тогда. Ну, не работает все правильно, потому что вот, сейчас все заработает. Все пошло. Кислород начинает прибавляться. Вода у нас потихонечку тоже прибавляется. Все, с этим куполом мы сделали систему электропитания. И сейчас вот мы изучим вот это. Вернее, не изучим, а достроим вот этот вот генератор стерлинга. Будет электропитание немножечко побольше. А тем временем он все еще возит бетон. Тут у нас с металлами не все хорошо. Металлы берутся отсюда. Все, заработали. С и у шаттлами заработали. У них большая нагрузка. Сделать новый можно за полимеры и за электронику. Давайте сделаем. Правда, у нас нет ни того, ни другого. А вот редкие металлы уменьшаются. Редкие металлы уменьшаются. Дети у нас не рождаются. Это кто? Этот у нас инженер. Пусть идет работать вот сюда, например. Если мы этот купол включим, то, скорее всего, будет нехватка электроэнергии. Я так предполагаю, да? Да, без жизнеобеспечения. У него, к тому же, и электроэнергии не хватает, и еще и нужен на ремонт. Поэтому пока заглушим, подготовим все хорошо. Один Мокси с улучшением. Ну, так себе. Лучше баки добавить. Да, лучше добавить еще один бак. Причем этот бак добавить где-нибудь в другой стороне. Например, где-нибудь вот здесь. Поставим трубопровод. И все, у нас будет такая распределенная система. Если что, кислород будет браться отсюда, отсюда или отсюда. Мокси хорошо бы, конечно, где-нибудь вот здесь еще поставить. Кстати, мы вот здесь можем протянуть. Вот трубу. И у нас будет все распределенное. Уж так, это зачем нам построили? Это вот зря нам построили. Прям сильно зря. И уже есть готов. Все, я думаю, надо отпускать. Ставим. Не хватает жизнеобеспечения, потому что ремонт еще нужен. Что ж, поехали по порядку. Первым делом ставим, наверное, квартиры. Где-нибудь вот поставим вот здесь, вот поближе к теплу. Если вдруг понадобится обогреть. Поставим квартиру. Потом поставим. Я знаете, что думаю? Я все с самого начала игры хочу изучить вот этот вот центр коррекции поведения. Давайте я его поставлю, потому что у нас очень много таких нестандартных людей, которых нужно лечить. Во-первых, мы здесь поставим на автоматическое, потому что нам уже нужны и врачи потихоньку, и там ученые, кстати, нужны тоже, потому что ученых у нас совсем мало электронику они кушают. Здесь у нас тоже кушается по две электроники, а здесь у нас три электроники. Кстати, вот прямо сейчас съестся. И все, что мы сделаем, все истратится. Блин, прям как-то это грустно, я бы так сказал. Генераторов не хватает. Здесь мы все построили. И может быть еще построить один генератор вот здесь. Бомбардировка метеоритами. Отлично, отлично. Ждем, когда вы нам все раздолбите. Дело в том, что он опять готов для того, чтобы улететь на землю. Нет, подожди, не нужно. Давай что-нибудь сделай полезное для нашей колонии. Например, вот здесь слетай на какую-нибудь спецоперацию и завербуй. Ну, я не знаю прям. Даже я не знаю. Завербовать много не специалистов. Завербовать одного исключительного. Я все-таки надеюсь, да, я одного завербую, что нам все-таки когда-нибудь дадут гении, и у нас вот здесь вот прибавятся очки науки. Давайте так и поступим. Три миллиарда у нас пока есть. Мы можем ускоряться. По металлам у нас расход. Приближается метеорит. Ну, наверное, вы просили меня не ругаться и не жаловаться на игру. Я не знаю, что мне сейчас делать, потому что матом я не ругаюсь. Вы сами все, я думаю, прекрасно видите. Можно, конечно, нет, тоже не получается. Можно попробовать, с какой стороны вот он будет лететь от метеорита. Иногда помогают вот такие хитрости, но они помогают только если прям... Нет, тоже не поможет. Это без толку. То есть все. Грубо говоря, что этой постройки у нас не будет через несколько секунд. Готово. Нет, помогло. Да ладно. Постройка неисправна, но она работает. Сейчас ее быстро отремонтируют, я надеюсь. А, тут запчасти закончились. Так, ты где, мой друг? Ты давай все, заканчивай. Бери у нас вот здесь вот запчасти и перевози вниз. Вон, один человек уже готов. Куда ты хочешь работать-то идти, а? Биолог. Ну, вот зачем нам здесь биологи, ребят? Здесь нужны геологи. Профессия геология. Вот так вот применить, назад, закрыть. Ну, раз вы тут биологов хотите выращивать, давайте вам сделаем здесь ферму, собственно. Вот так пусть будет ферма. Она только по бетону. Бетон у нас тут навалом. Сейчас все построится и будет хорошо. Спецоперация, знаменитость по образу и подобию. Я не знаю, что это за издевательство. А почему нам не дают гении? С водой не в порядке. А почему с водой не в порядке, я не понимаю. Понял, почему не в порядке. Потому что нужно ставить еще один выпариватель, как минимум. А лучше два даже выпаривателя поставить. И ставить-то их особо-то сильно некуда. Здесь у нас пройдет? Да, пройдет. Вот мы вот так вот тогда поставим выпариватель. А, там у нас будет металл, да? Тогда, я думаю, придется ставить выпариватель примерно вот на этом месте. Здесь сейчас попробуем, протягивается ли у нас в порядке труба. Ну, так. Можно сказать, что протягивается. Да, нормально протягивается труба. Будет еще один выпариватель. И следующее место вот здесь. Вот опять мало ресурсов электроники. Да что ж такое-то? У нас и люди умирают, и не прибавляются. И прям... Это кто прилетели? Это прилетели наши знаменитости по образу подобию. Все они привозят то, что не нужно. Недостаточно еды. Вот это да! Недостаточно еды. Я согласен с вами. И вот что мы сделаем. Мы продадим опять наш бетон за еду. И поставим здесь, как всегда, 40. Чтобы было легче считать. Конечно, мы скажем, что на 50 считать легче. Но мне вот лично удобнее считать по 40. Сейчас сюда что-нибудь привезут. Здесь вот даже есть специальное хранилище. Четыре колониста уже прилетели. Ох, тут прям все-все-все-все. Ну, это обдираловка. Ну, так нельзя делать. Нельзя так делать 48 на 6. 48 на 40, я имею в виду. Первый и последний раз. Просто нам надо сейчас экстренно привезти сюда еды. Чтобы... Так, и нужно смотреть, что у нас с куполом. Смотрите. Нет сфер услуг. Покупки, роскошь, физкультура, видеоигры, выпивка. По порядку. Покупки. Делаем им покупки. Покупки. Дальше. Что там еще им не хватало? Покупки, роскошь, обойдутся физкультура. Физкультура и парки. Я все понял. Сейчас мы им тогда поставим, наверное, вот что. Так как купол будет большой, то парк нужно поставить красивый и большой. Наверное, лучше его где-нибудь вот здесь вот сделать. Да, давайте здесь поставим красивый парк. Вот здесь будут люди гулять. И... Что там еще-то у нас было? Кстати, парки, если я не ошибаюсь, они как раз дают и физкультуру, и отдых. Нормально. Здесь нам нужна выпивка. Возможно, пока поставить малый космобар. Завербовать колонистов. Ну что ж, давайте... Ну, я все-таки вот все, я теперь уперся. Это неправильно, но я уперся. Я хочу получить колониста-гения. Надеюсь, что где-нибудь он есть. Главное, чтобы охранники у нас случайно не закончились, и все у нас было хорошо. А также нужно следить за науками. Науки, чтобы продвигались вот эти все марсианские стойкости, фигойкости. Знаете, неплохо. Если не ошибаюсь, у нас в начале игры было 74-5, сейчас 81. Потихоньку все-таки люди откуда-то берутся. Дети потихоньку прибавляются. И центр коррекции поведения. Ну да, тут теперь ждать еще, ой, как долго. Еще с этим голографическим сканированием. Пока все у нас вроде бы неплохо. Здесь люди заработали, причем сами все догадались. Здесь сейчас тоже люди сами догадаются, заработают. Ну, я бы так сказал. А почему? У нас же есть биологи-старички. Да, все биологи-пенсионеры, к сожалению. Так что все пенсионеры переехали жить в купол Дельта. Ладно. Здесь тогда нужно снять вот это ограничение по возрастной группе. А мы уже и так, кстати, сняли. Все нормально. Здесь у нас дети-то как были, так и остались. И в Дельте я даже не знаю, что. Ну, детство пока ставить рано. Потому что нужно все хорошо подготовить будет тогда в инфраструктуре. И главное, что у нас заработал вот этот вот экстрактор редких металлов. Мы можем сменить ему внешний вид, чтобы он был красивый. Здесь, блин, мы тоже построили. Вот это вот я сделал зря. Это я сделал зря. Но как у нас здесь, посмотрим. А с металла... Девять металла! Подождите, как девять металла? Я что-то недопонимаю? Ну, ладно тогда. Вот так. Это проблема. Что я предлагаю сделать вот как? Езжай-ка ты. Ищи где-то здесь поблизости падали металлы. Да, это очень неожиданно. И очень страшно, между прочим. Что у нас осталось 8-9 металлов. Это прям катастрофически плохо. Ну, делай... А, у нас здесь тоже нет металлов. Да, да, тоже нет металлов. Блин. Что же делать-то? Святость. Завербован редкий колонист святость. Ладно. Я все равно добьюсь. И у меня будет колонист-гений. Ты что сейчас везешь? Ты везешь 9 металлов где-то нашел. Знаешь, что я тебя перехвачу? Привези-ка ты их, выгрузи куда-нибудь вот сюда. Здесь будет понужнее. И у нас проблема с машинами. Что-то все вообще пошло не так. Тотально все пошло не так. Кто у нас здесь обучается? Автоматический режим. Ботаники. Ну, правильно, потому что ботаников у нас... Они сейчас все начнут умирать. Ботаников у нас нету. Всего их осталось 8. Там очень много стариков. Подождем. Завод электроники. Начал работать на полную катушку. Завод разведка выберет сканируемый сектор. Я все понял. Сейчас мы выберем какие-нибудь сектора. Прилетела обратно ракета. Привезла нам людей. Запомним, было 81. Так, как у нас тут наполняется, наполняется. Убывает. А сейчас-то что не так? Как может убывать? У нас прям все впритык. Да, это весело. И электростатическая буря была, поэтому у нас есть в запасе. Все, бомбардировка началась. Это плохо, чтобы бомбардировка началась. Нам нужно тогда ставить еще один. Блин, выпариватель. Как-то это все неправильно. Вот так. Запитается он от купола. И начнет давать воду. Все как бы пока хорошо. Мы открыли несколько... У нас там есть? Да, есть. Полимеры. Полимеры тоже уменьшаются. Что вообще происходит? 82 человека. Но люди-то у нас, кстати, как-то держатся. Я не понимаю, как. Что они делают? Приближается метеорит. Только не в... Ладно, нормально. Я хотел сказать, только не в туннель. Только самое страшное, это вот этот вот удар по туннелю. Это самое действительно страшное. Стоп, стоп, стоп. Тут воды нет. Воды нет. Сейчас будет. Электроэнергия закончилась. Сейчас попробуем где-нибудь найти лишнюю электроэнергию. Все. Электроэнергию мы пока подали. Хорошо, что у нас есть вот эти вот генераторы стирлинга. И, между прочим, у нас, если вы хотите знать, стало получше с электроэнергией. Вернее, с электроникой. У нас электроника немножко прибавляется. И это хорошо. Но сейчас-то хотя бы, да, вот сейчас начинает прибавляться. Во, я как придумал. Давайте вообще обнаглеем и поставим здесь профессии без профессии и геологии. Вот так вот. На первое время пусть будет так. Сейчас все сюда перебегут. Дети так и не рождают. Ноль опять. Я думаю, опять нужно ускорить. И опять нужно, скорее всего, наверное, последний раз, да, на максимум. И оставлю для того, чтобы быстрее пройти вот эту вот марсианскую стойкость. Здесь у нас что? Благодаря этой технологии в базовых микрокуполах повышает уровень комфортности. Да, это нужно сделать обязательно. Так, давайте посмотрим, как вообще у нас дела с куполами. Здесь у нас в Альфе дети рождаются. И есть люди, которые хотят это делать. В Бетте не рождаются. В Дельте. В Дельте тоже не рождаются, потому что нужно 70 единиц комфорта. А вот в Гамме, в Гамме все хорошо, но людей очень мало. Всего 6 женщин. Ладно. Давайте посмотрим быстро графики, прикинем. Колонисты. Немножко прибавляется транспортировка, вообще хорошо. Постройки прибавляется энергия. Пока превышает расход. Кислород тоже пошел. С водой у нас хорошо. С металлами. Вот. У нас проблема с металлами. Нам нужно металлы добывать. Причем, смотрите, вот был такой пик, и начинает он немножко расти. Но пока все равно у нас расход больше, чем доход. Поэтому с металлами, с бетоном все вообще прекрасно. С пищей. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас пища не добывается. Посмотрите, как редко. И она уже не покрывает те расходы. Опять пошло меньше. Итак. Металлы, еда. Металлы. И вот, наконец-то, пошли редкие металлы. Все-таки они заработали. Не зря мы с вами сделали купол Дельта. Полимеры, наконец-то, заработали. Электроника прям вообще радует. Запчасти, ну, такое. Топливо, все хорошо. Короче, проблема у нас с пищей и с металлами. Это такое основное. Пища и металлы. Ну, можно сказать, что еще и запчасти. Давайте поставим здесь медицинский центр, чтобы снизить порог рождаемости и чтобы здесь начали рождаться собственные дети. Так, наверное, мы поступим. А для этого, для детей, мы построим спортплощадку. Где бы вам тут все это придумать? Давайте вот здесь тогда. Здесь будет спортплощадка. А здесь у нас построим ясли. Все нормально в треугольнике, да, в треугольнике. Здесь вот у нас еще одно свободное место. Как у нас насчет? Да, прибавляется. Ренегаты крадут металл. Здесь у нас тоже прям хорошо прибавляется. Это не может не радовать. Бомбардировка метеоритами проходит где-то, видимо, вдали. Смотрим, где у нас чего стреляет. Пока я не вижу ничего. Но это даже хорошо, что обошла стороной нас эта бомбардировка. А, вот где. Да, здесь немножко... Нет, здесь не опасно. Хотел сказать, здесь немножко опасно, потому что здесь у нас рядом туннель, но туннель у нас далеко. А ты у нас тут молодец, все изучаешь и возишь. Знаете, что я думаю? Чтобы далеко не кататься... Да, тебе же все равно уже без разницы. Поэтому поставим склад металла где-нибудь рядышком. Вот так вот. И склад полимеров тоже здесь рядышком поставим. Чтобы он все свозил сюда. А дроны, которые у нас теперь, надеюсь, нормально летают... Да, летают топливо, топливо. Ой-ой-ой, топливо заканчивается. Три топлива у нас осталось. Еще сейчас метеорит нам что-нибудь нападлит. Дам. И это проблема, потому что здесь у нас... Давайте попробуем поставить... Нет, мы здесь ничего не можем поставить. Раз. Пробуем целудронами. Два. Просто я знаю, такой лайфхак, это иногда помогает, но очень и очень редко. Если только вот прям все совсем рядом застроить. Если сейчас сломается этот туннель, а это у нас, можно сказать, основная артерия, и тут бьет так прилично, то это будет, ну, катастрофично. Просто тотально и катастрофично. Естественно, нам сломали туннель. И еще один удар. Да, ничего не получилось. И нам еще нужно, к тому же, ремонтировать туннель. Постройка уничтожена. Наверное, лучше переждать, когда эта бомбардировка закончится. И надо нам включать уже форсаж на машиностроительном заводе. Погнали. Девять полимеров дают... Что происходит-то? Почему девять полимеров? У нас вовсю работает завод. С полимерами у нас девять добывается, и всего один тратится. Не понимаю, куда все полимеры подебывались. Неужели они все куда-то расходуются? Постройку нам уничтожили. Ресурсов у нас нет. Координатор у нас застрял на другой половине поля. Хорошо, хоть у нас есть ДУ-шаттлани. Поэтому здесь мы ставим универсальный склад. На складе закрываем все, кроме... Там что нужно, не помните, для его ремонта? Для его ремонта нужно очень бетон. Ладно, бетон-то мы еще можем позволить. Металл и запчасти. Бетон, металл и запчасти. Бетон, металл и запчасти. Пусть привозят. И потом мы пришлем сюда... А здесь у нас... А у нас еще и здесь заканчивается. Отлично. И он может перейти только на ту половину карты. Да, вдарил он нам тут нехило. Давайте привозите. Когда наберется здесь все, что нужно, я быстро сюда перекину вот этот вот ДУ... Вернее, не этот, а вот этот вот ДУ-координатор. В принципе, здесь он действительно сейчас не нужен, потому что у нас все заменяет вот этот вот... ЦИУ-дронами мы его давайте тоже выставим. И вот этот ЦИУ-дронами тоже поставим для того, чтобы следить. Загруженность низкая, низкая, средняя. Отсюда можно парочку взять для того, чтобы добавить вот сюда. В очередном секторе ничего нету. Включаем продажу бетона на полимеры на 40. И будем ждать выгодного предложения, когда нам что-нибудь предложат. Почему-то в Альфе резко уменьшилось количество людей. 16 человек всего. 16 человек в бете. И у Дельта ладно. Кстати, Дельта чуть-чуть прибавляется. Здесь у нас нет видеоигры, роскошь, общения. Так, а общение, если не ошибаюсь, это нужно... Общение. Общение это я вспомнил. Здесь, я думаю, нужно поставить еще одно кафе. Ферма заработала наконец-то. Здесь, ааа, все люди переехали вот сюда жить. 24 человека. Можно, наверное, отключить нашу обманку. И геологов тоже тогда отключим. Все. Теперь смотрите, у нас есть геологи. Металл выпускается. Пошел, пошел. Кстати, немножко металл начал прибавляться. Это хорошо. Топливо здесь. С топливом прямо у нас проблемы. Знаете, что думаю? Так как у нас вот здесь вот избыток воды, я поставлю где-нибудь здесь топливный комбинат. Давайте его поставим куда-нибудь вот в пересечении вот сюда. Надеюсь, он тут никому не помешает. И даже если что-то взорвется, то не будет ничего страшного. Ничего он нам не повредит. У нас еще и заканчивается к тому же бетон. Очень хорошо. У нас теперь нет прохода. Нам сломал метеоритный дождь наш туннель. Но, как вы знаете, я уже неоднократно говорил, что я никогда не переигрываю. Что неисправен. А почему его тогда не ремонтируют, раз он неисправен? Непонятно. Починить. Деутранспортер собирает все, и металлы перевозятся вот за счет чего живет наша колония. За счет вот этого смелого деутранспортера, который тут на отшибе собирает все, что только может по поверхности Марса. И это долго не продлится. Скорее всего, это скоро закончится. Ну, у нас тут в зале же такие нехилые. Пока за счет этого мы сможем как-то пережить. Почему-то так долго ремонтирует. Делается медицинский центр. Понижается сейчас у нас уровень рождаемости. И будет у нас здесь тоже все хорошо. Ага, сюда стариков столько напичкалось. Прям как не хотелось бы их, чтобы они у нас в новом куполе были. Проверяем быстро все. 65 чуть-чуть прибавляется. Здесь тоже, кстати, неплохо. 62. Не работают покупки. Это я понял почему. В дельте у нас тоже прибавляется. Тоже не работают покупки. И из гаммы все практически уехали. Но гамма пока держится на 76 уровня комфорта. Что тоже очень хорошо. Какая-то постройка одна не работает. Кафе, которое только что построилось. Естественно, мы вот так вот заглушим. Еда. А что здесь, кстати, с едой? Здесь с едой 50. Так до сих пор урожай мы не получили, к сожалению. 2,5. Здесь колонистов мы так найти и не могли. Давайте посмотрим. Нет, нет и нет. Просто тупо ждем. 33. Подождите, а у нас редкие металлы все еще уменьшаются? Как-то так может быть, что у нас редкие металлы уменьшаются, когда мы здесь добываем редкие металлы? Интересно. Очень интересно. Выгружаем. Металл пока появится. С полимерами сейчас пойдем опять решать. Опять 25. Да нет, смотрите. Сама игра сообразила, что с полимерами какая-то засада. У нас постоянно что-то... Вот у нас проблема в том, что постоянно... Не то, что у нас ломается. То, что у нас практически ничего не ломается. У нас все идет штатно. У нас вот туннели взрываются. Какие-то метеоритные дожди вот в прошлую серию нас долбили постоянно. Вот это вот нам вообще не к месту. 30 запчастей. Представляете, сколько можно было развиться бы на 30 запчастей? А нет. Нам теперь придется тратиться и строить новый туннель. Можно было, конечно, загрузить предыдущие сохранения. И наверняка бы этот метеорит прошел бы где-нибудь в стороне. Но я так никогда не делаю. Как говорится, что случилось, то случилось. Так, нет. С колонистами у нас все хорошо. Они сильно не психуют. Нам сейчас нужно тупо прибавлять людей. Для этого у нас практически все есть для прибавления людей. Напомню, что у нас в куполе Альфа рождаемся 55. Сейчас должна в куполе Дельта переделаться тоже на 55. Ну, почему-то не переделывается. Ладно. В Гамме вообще все хорошо. И только лишь, как всегда, купол Бета отстает от всех. Аномальный холод. Нет, экономить нельзя. Наоборот, аномальный холод. Нам нужно заранее предусмотреть, что у нас будет с электропитанием вот в этом куполе. Потому что у нас здесь все сделано прямо вот впритык. Да, здесь все впритык. Здесь нужно поставить несколько генераторов стирлинга. Ну, во-первых, поставим один здесь. Такое хорошее место. И еще, я думаю, поставить генератор где-нибудь в районе... Так, если надо думать, как бы все распределять, перераспределять. Можно, конечно, поставить здесь или даже вот здесь. А вот здесь вот поставим. По-любому не достанет. Все, полимеров у нас нету. Полимеров-то у нас и нету. Так, и где их брать никто не знает, да? Здесь мы все в порядке. Ну, инфраструктура-то у нас тут хорошая. Я думаю, что у Дельты есть все шансы обогнать вообще все другие купола. Смотрите, не работают покупки из сильного. Покупки не работают. Вот они ругаются. Ну, давайте в три смены, что ли, поставим. Как у нас здесь полимеры. Все в полимеры уперлось. И у нас по поводу топливного комбината. Он у нас вырабатывает топливо. У нас, кстати, еще и проблема с... Слушайте, а у нас не может быть здесь проблема? Нет, не может быть здесь проблема с топливом. С топливом все прям хорошо. Здесь у нас тоже топливо выпускается, но все топливо куда-то уходит в непонятное место. Кстати, здесь мы улучшим. И, наверное, можно здесь улучшить. Вот так вот, чтобы не забыть. А у нас как раз нету ресурсов ни запчастей, ни электроники. Так, нет ресурсов, одна постройка не работает, потому что нет электроэнергии. Нет электроэнергии, потому что нету полимеров. Полимеров, как это, 10 полимеров. Так, я все понял. Я все понял. Нужно включать не на еду, а на полимеры. Вот так вот. И это единственный наш шанс, чтобы как-то разжиться полимерами. Посмотрим, как у нас там, наконец-то. Ну, так себе. Я думаю, что давайте пригласим сюда, начнем строить. И там начинает строить личное пространство. Сейчас нам еще кинут какую-нибудь подлянку, которую мы не ждали. Ну, давайте посмотрим. Один из колонистов дошел до точки кипения. Он заперся в своем доме и требует большего личного пространства. Иначе так и останется там. Как только вы добираетесь до места происшествия, вы видите впечатляющий полет кресла через стекло, рассыпаясь вокруг осколки. Кресло падает перед группой обеспокоенных граждан. Из дома доносятся истерические квопли. Квопли, оставьте меня, я не хочу вас всех видеть. Я понимаю тебя прекрасно, колонисты. Потому что ужасно просто у нас все. Когда вы подходите поближе, люди начинают оборачиваться и смотреть на вас. Он прав. Каждому нужен свой угол. Все жилые помещения обеспечивают больший комфорт, но вмещают меньше людей. Мы, кстати, вообще ничем не рискуем. Дальше. Личная простата. Уровень комфорта всех колонистов снижается. Но это, конечно же, нет. Остальных вариантов нам не предлагают. Поэтому мы, конечно же, делаем вот так. И мы практически ничем не рискуем. Давайте посмотрим, что у нас и как уменьшилось. Здесь 12. Ничего не... А, было 14. Все, я понял. По 2. Да, везде по 2 уменьшилось. Ладно. Здесь у нас посмотрим. Ну, я так понял, в каждом. А в дельте интересно. Давайте посмотрим, как у нас дела. В квартирах было 24, стало 22. Да. Везде уменьшилось по 2. В каждой постройке минус 2. В принципе, не страшно. У нас тут 2 каких-то безработных. Свободные места есть. Все. А, в яслих уменьшилось. Ого. Вот это вот уже несколько хуже. Да. У нас ребенок еще один родился. Да. Аномальный холод через 2 часа. Металлы-то у нас здесь есть. У нас здесь даже металлов нет. Здесь есть металлы. К чему я спрашиваю про металлы? К тому, что нам нужно делать подземные нагреватели. Ладно. Пока еще 2 сола. Это очень много. Самое главное, давайте посмотрим. Вода есть. Электроэнергия полностью заряжена. Полностью заряжена. И последний тоже полностью заряжен. Минуточку. Здесь мы совсем ничего не сделали в качестве хранения электроэнергии. А нам надо бы это сделать. Но для начала нам хотя бы нужно просто добиться того, что вот этот генератор стерлинга построить побыстрее. Да. Не успеем мы за 2 часа. По-любому не успеем. Нужно что-то предпринимать. Здесь у нас полимеры выпускаются. Смотрите. 4 тратится 3. То есть мы практически ни на что не можем их нормально расходовать. Вот это расколбас у нас серьезный. Неработающий постройка. Медицинский центр. Все. Подождите, как все? Все работает. А, видимо, была одна секунда, когда там что-то не работало. Сейчас все работает нормально. Машиностроительный завод пока отдыхает. Здесь хорошо у нас инженер. Мы, кстати, тоже можем поставить шапочку. Да я знаю, что... Стоп, стоп. Как это? 3. У нас только что... Я не понял юмора. У нас все резко уменьшилось. Что вообще происходит и что не так? Давайте вот так вот сделаем. Наверное, нужно здесь поставить в автоматическом режиме инженеров. А то нам все биологов и биологов каких-то изучают. А нам нужны реальные инженеры. Для того, чтобы вот это все везде заполнить. Мало ресурсов в запчасти. Ну вот, они начали прибавляться. С этим все хорошо. Давайте проверим. У нас здесь 69. Сейчас будет зеленое. Это хорошо. Здесь у нас 57. Это как и было плохо. А вот в дельте у нас и не прибавляется, и не убавляется. Это тоже нормально. Здесь у нас чуть-чуть прибавилось в гамме. Все хорошо. Нам сейчас нужно будет смотреть за электроникой, запчасти. Да, вообще за всем. Да, пошла прибавка. Через один соу у нас катастрофа будет. Металл, если что, здесь есть. Да, с металлом и все нормально. Я, знаете, как даже вот так вот прибавлю, чтобы... Хотя нет, нельзя так делать. Потому что нам тогда не хватит ресурсов на остальные. Вот так 20 поставлю. И посмотрим, как у нас там подготовка к строительству туннеля. Вот нам еще не хватало только попасть в какую-нибудь неприятность. Стоп, стоп. Как это так? А смотрите, как интересно. У нас откуда-то взялся бетон, металлы. Неужели это все автовосстанавливается? Вот это да. Только запчасти. Все. Сейчас мы начнем. Еще три запчасти и все. Бездействующий экстрактор. Это кто? Это ты, последний, мой дорогой друг. Все сделал, поэтому давай разрушаться. Бетон пока запас есть. Мало ресурсов я знаю. Давайте пока все доломаем. Здесь вообще я имею в виду. Прямо в прямом смысле все доломаем. Здесь. Опа. Подождите минутку. Здесь у нас есть еще один бетон. Правда, его очень-очень мало. 370. Но это лучше, чем ничего. Аномальный холод. Да. Я решил. Я поставлю здесь еще один бетонный экстрактор. Вот так мы его поставим. Все он у нас забирает. Здесь придется тянуть такой длинный электрический провод. К вот этому. Ничего страшного. Чтобы не перестраивать генератор стирлинга. А ты, дорогой мой друг, переезжай вот сюда. Все. И все остальное мы здесь добьем. Может быть даже... Да, я вижу, что свалок не хватает. Сейчас я бы добавлю еще парочку свалок. Где-нибудь вот так вот. Электроэнергия. Так, электроэнергия. Все прям плохо. И у нас аномальный холод нас ждет. Что бы придумать-то? И мы даже не можем улучшить вот эти ядра, потому что у нас полимеров нет. И почему-то к нам никто не летит. Вот мы предлагаем здесь полимеры. Ну давайте здесь предложим бетон за полимеры. Давайте так сменим. Обманем. А здесь вот так опять полимеры. Иногда бывает в игре, и это помогает. Удивительно, но помогает. Сейчас здесь все у нас отремонтируют. Все отремонтировали. Все у нас здесь нагревается. С электроэнергией все в порядке. И починился, да, у нас не работающий художественный магазин и квартиры. Квартиры-то как могут не работать? Что им нужно? А, им мало электроэнергии. Что ж, марсианская стойкость. Ну, наконец-то. Теперь будет получше. Сейчас мы изучим биотехнологии в архитектуре. У нас тысяча пока, две с половиной. Ну мы можем последний раз, я думаю, еще ускорить. Знаете что? Я тогда закрою экстрактор редких металлов. Почему? Да, приближаю. Что ты сейчас нам сломаешь? Ах ты нам. Слава богу, ничего не сломал. Главное, чтобы нам вот этот вот второй туннель не сломал. Представляете, если сейчас нам сломают вот этот вот второй туннель, то все. Можно, наверное, дальше не продолжать играть. Я думаю. Потому что, ну, это уже реально как бы издевательство какое-то. Все, построили. Ой, как хорошо-то. Да у координатора. Я что-то не понял. Возможно, глюк. Но этот глюк был в нашу сторону. У нас туннель построился очень быстро. И без каких-либо больших затрат. Ну, это, конечно, не перестает радовать. Давай-ка ты езжай обратно, мой дорогой друг. Потому что, мало ли что. Металлы. Мы пока держимся вот на этих вот металлах, слава богу. Эх, то сколько тут много набрана-то. Ладно. Знаешь что? Я поставлю здесь еще один металлический склад. Склад металлов. Стоп. Две постройки не работают. Водонапорные башни. Это понятно. Здесь у нас почти все наполнилось. Все хорошо. Да. Внизу у нас как дела? Внизу даже все хорошо. Минус пошел почему-то. А, ну я знаю почему. Потому что подземный нагреватель и электроэнергия. Вот у нас это та самая проблема. То, что электроэнергия. Давайте вы, друзья, уходите отсюда. Раз. Теперь что-то надо еще закрывать такое мощное. Что у нас сильно ест? Требуется электроэнергия. Давайте закрываем два. Может быть, хватит электроэнергии? Нет, все равно никак не хватает. И тогда, ну давайте закроем еще и топливный комбинат. Он, правда, всего пять ест. Это несерьезно. Детский садик, два. Детский садик. Ну да, там же тоже работает. Здесь вообще не тратится электроэнергия. Здесь два. Здесь гастроном не тратит электроэнергии. Вот это да. Да ладно, такого быть не может. Да, у нас гастроном работает просто так. И не тратит электроэнергии. Что еще-то можно выключить? Здесь шесть, пятнадцать. Вот в чем дело, я понял. Давайте временно выключим вот так. У нас должно сейчас хватить электроэнергии. Нет жизнеобеспечения. Ну да, я понимаю. Так, непонятно. Давайте думать быстренько, пока не случилось никакой глобальной катастрофы. Сейчас мы быстро подумаем, что у нас здесь с электропитанием. Вроде бы мы все, с электропитанием справились. Да. Нет, все-таки пока шла заморозка. И я изморожу людей. Только-только у нас все выправилось. Было все отлично. И вот такая вот необычная проблема. Бетонный экстрактор. Стоп, он сейчас замерзнет. Он сейчас замерзнет. Все, нормально пошел работать. Вовремя я заметил. И второе. Водонапорные башни. Это все в порядке. Аномальный холод будет 6 дней. Мало ресурсов полимера. Я не знаю уже, что сделать, чтобы было много ресурсов полимеров. У нас немножко нормализовалось с запчастями и со всем остальным. Поэтому давайте вот сюда пустим всех, кого не лень. Пусть придут работать. Может быть, быстро наполнят полимеры. А с электроэнергией здесь стала проблема тоже в полимерах. Потому что мы не можем делать ни улучшения никакой. Неужели я больше нигде здесь ничего? Что у нас здесь есть? У нас здесь есть бетон и запчасти. Запчасти. Давайте тогда сделаем пока временно. Большой вентилятор. Где-нибудь поставим. Вот здесь нормально будет? Наверное, он будет загрязняться. Давайте посмотрим. Да нет, не загрязняется. В порядке все. Раз у нас даст. Причем много. Там что-то около 20, да, он дает? 23. Прекрасно. Я думаю, это прям покроет все. И у нас есть вот и бетон, и все есть. Так, пошла работа. Электроэнергии все еще не хватает. Не знаю. Пишет, что не хватает все-таки электроэнергии. Ну что ж, давайте тогда вместо вот этого, у нас тут 5 электроники, потом они куда-нибудь денутся, мы здесь построим тоже ветрогенератор. И тоже никто за него ничего не задевает. Нормально. А вот у нас электроника есть, если что. Сейчас они быстро все сделают. С электропитанием мы разберемся. Купол я вроде бы поставил на максимум. Да, полимеры привезут сразу же сюда. Они не могут просто так привезти полимеры сюда. Дроны могут привезти полимеры сюда. Они работают? Да, они работают. Никто у нас ни в чем не замерзает. Три уже постройки не работают. Выпариватель. Кстати, выпариватели сейчас начнут замерзать. Кстати, включаем. Давай, 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 давай. Здесь вот вообще совсем все плохо. Нам надо как-то... Ну, давайте быстрее. Кто у нас там первый-то? Вот этот замерзнет быстрее. Потом замерзнет вот этот. Так что мы вот этот выключаем. И что-то нужно... Давайте вот так вот отключим. Заработало? Нет, все равно не хватает электроэнергии. Мокси, наверное, можно временно отключить. Сколько он? Шесть тратит? Тоже пока. Нет, вот этот заработал. Все хорошо. Так, и тогда мы его можем тоже отключить. Электроэнергии хватит сюда. Так, все. Стоп, стоп, стоп. Чтобы главные постройки у нас не замерзли. Что еще-то у нас можно отключить? Это отключено, это отключено. У нас уже практически все вырублено. Девяносто. Пора картошку сеять. И почему здесь так много людей? Я не понимаю. Почему они все пришли работать на ферму? Например, давайте вот так уменьшим. Здесь поставим приоритет. А, тогда у нас электроэнергии будет проблема, да? Да, мы уже практически все поотключали. Сейчас эта постройка. Главное, чтобы она не замерзла. Да, это еще долго. Здесь у нас все в порядке работает. Вода. Мы пока справимся. 19 полимеров. Да, согласен уже на любое условие практически. Если здесь есть бетон. Смешно. Здесь бетона нет. Что ты, мой друг, ты собираешь металлы? Ты уже, кстати, довольно много вроде бы насобирал. Я тут по всему Марсу понаставил хранилищ металлургических. И уже, если честно сказать, забыл где. Но я помню, что вот здесь я где-то ставил хранилищ. А вот оно, да. Так что пусть наполняется. Здесь постройка замерзла. Можно уже не думать о ней. Здесь тоже замерзла. Пока две аномалии. Вот это приятный сюрприз. Да, друзья. Как вы знаете, напомню тем, кто не смотрел предыдущие серии. Вот сюда мы заехать не можем. Потому что вот здесь непроездная дорога. Чтобы здесь сделать туннель, нам нужно как минимум 30 запчастей. Запчастей, как вы сами видите, у нас очень мало. Что здесь делать, я не знаю. Как нам дальше быть. Единственное, что у нас есть деньги. И тут 4 целых науки. Да, действительно, здесь целых 4 науки. Поэтому я думаю сделать следующее. Я ресурсным челноком сюда вызову ДУ-разведчик. Ну что за такое? Почему 920 миллионов рублей-то он стоит? Почему? Ну не может такого быть. Он там стоил, я помню, что-то 500 всего. Но с каждым разом вот они, видите, все дороже и дороже. Ладно. Пусть это будет последний ДУ-разведчик. И у нас денег практически не... Мы все деньги потратили, те, которые были на раздолбливание нашей колонии. Да. Конечно, вот та серия, где нас раздолбили, она сильно нас вергла в пучину. Я все-таки запущу сюда этот ДУ-координатор. Во-первых, он хоть чуть-чуть, но прибавит вот здесь вот очков науки. Не понял. Мы же запустили. А денег у нас 1,9 миллиарда. Так, вот раз, два. Будет смешно, если здесь проехать он тоже не сможет. Но это было бы вообще уже верх идиотизма. Исследуем. Раз, два, три, четыре. Я думаю, ради четырех наук можно пригласить сюда кинуть один ДУ-разведчик. Кстати, может быть, какое-нибудь будет испытание, и нас выкинут в другую часть карты. Такое уже было, что там транспортер, кажется, нам перекидывали с одной части карты на другую. Какие-то пылевые вихри его там захватили. Здесь у нас хорошо. Смотрите, как пошло бетонное производство. Приближается метеорит только не на... Нормально. Хотел сказать, только не на туннель. Оттуда, кстати, у нас метеорит. И если метеоритов, то у нас и нет. Выпариватель не работает. У него, кстати, заканчивается уже... А металлы-то где? Металлы есть. Чего дроны ничего не делают? Сейчас мы с этим разберемся. Для начала, какие тут важнее-то. Ну, вот где с ключиком, как мне сказали, важнее. Давайте вот к этому ключику, к первому. Пойдем. Бразилия к нам летит. Изучайте. А здесь мы можем забрать металл этими перелетными дронами. Здесь еще надо добавить еще один ветрогенератор. Потому что вот с этими вот стерлингами прям плохо все. Пока мы на них выживем, на бетоне и запчастях. Запчасти, кстати, смотрите, электроника пошла. Полимеры. Ну, что ж не так-то с полимерами? Ну, уж вообще. И люди-то нормальные. И работают они теперь вне купола. Ничего не боятся. Все мы уже изучили. У нас все хорошо. Мы можем ускорить только не сильно, а чуть-чуть. Вот так вот мы можем ускорить наши науки. Колонистов-гениев мы так и не изучили. Ждем, когда нам вот здесь вот исследуют вот эту вот науку. Я надеюсь, что нам дадут наконец-то прорывную технологию такую, что мы прям закачаемся. Какая-нибудь наука, что полимеры там берутся из воздуха. Вот будет прикольно. Ладно, посмотрим, что у нас получится. А пока мы думаем, как быть и побыстрее достроить вот этот вот генератор. И как быстро перевести сюда топливо. Наверное, ага, вот так поставим уменьшенное. А что если подождите? Да, я вот так вот. И он, кстати, классно получится. Давайте-ка. Где там дрон-то? Вы сообразите, что вот отсюда берите полимеры. Ну, давайте. Так. И ремонтируете кун. Ну, какой ты умница-то. Ой-ой-ой, какой ты молодец. У меня умный дрон. Прям вообще. А эти здесь достроят. И тем самым мы пока временно решим проблему с электроэнергией. Что это там такое? А, это нам привезли полимеры. Да, сейчас мы все решим. Аномальный холод 3 часа. Как там у нас новый ДУ-разведчик номер 3? Где он у нас? Вот, ДУ-разведчик номер 3. Ну, он изучает. Говорят, что с ключиком это прорывные технологии. Или с лупой. С лупой вроде бы прорывные технологии. Ну, сейчас мы узнаем. Мы изучим ключики. Потом изучим там, где лупа. И посмотрим, какая из них будет с прорывной технологией. Родились дети. Несмотря на все издевательства над нами, у нас родились дети. Отлично. ДУ-разведчик что-то изучает. Здесь все в порядке. Здесь, может быть, здесь родились дети? Да! Наконец-то и в этом куполе. Все, 88. Все у нас потихонечку начинает прибавляться. Смотри, друг мой. Я тебе сделал такую классную игровую площадку. Садик у тебя есть. Но знаешь что? Ты можешь, если захочешь, перелетать учиться вот сюда в школу. Извини, пожалуйста. Я для тебя здесь школу строить не буду. Хотя это, между прочим, идея. Здесь школу тоже построить. Что у нас с электроэнергией все решилось? Да, решилось. Давайте запустим. Все у нас работает в медицинском центре. У нас работают в кафешке. У нас в доме есть электропитание. И у нас... Три построек какие-то не работают. Водонапорные башни, выпариватель. Стоп! Не успею. Не успею. Так и так. Заработал. Я что, с контролом, что ли, нажал? У меня почему-то все... Нет, не все. Я хотел сказать, я подумал, что я с контролом нажал. Когда вы с контролом какое-то действие нажимаете, то у вас улучшается... Все, в плюс пошло. Смотрим опять. Квартиры. А, мы забрали у ребят. Ладно, давайте опять отдадим им всю электроэнергию. Вы знаете, чтобы такого не случилось, конечно, ну, полимеры... А, понятно. Чтобы этого больше не повторялось, нужно построить здесь где-нибудь аккумулятор. Причем, ну, где его логичнее всего построить? Конечно, где-нибудь вот здесь, кстати. А здесь у нас люди проезжают, и уже, наверное, не проезжают даже. Мы так все застроили. Ну, объедут сверху, ничего с ним не случится. Зато если как грохнет, так грохнет. Все. Строим здесь атомный аккумулятор. И, я думаю, он построится довольно быстро. Вот даже полимерчик один запасной есть. Здесь у нас все еще... Тоже, кстати, будут полимеры. А здесь у нас... А здесь у нас выгрузка идет. Ладно, все, нормализовалось. По поводу... Три соло осталось. Три соло. Текущий разряд. Тридцать. Да, как раз нам на три соло и хватит. То есть, можно пока не бояться. Ну, можно, конечно. Давайте вот так вот сделаем. Немножко замедлим. Вот. Теперь 100%. Я даже не буду второй открывать. Вот у нас есть запасной. Что нам теперь 100% хватит вот этого генератора стерлинга для того, чтобы прожить эти три соло. Анализ аномалии завершен. Я так думаю, что это изучил... Кстати, что там было-то? Я не посмотрел. Ну, ничего нам не... А, ты отдали 1250 очков. Я вспомнил. То есть, ключик... О, Пай, это что такое? Ключик вот этот, он дает просто очки. Странно. Очень странно. Теперь пробуем, что дает лупа. Как вы видели, здесь был ключик, и он давал только очки. Здесь ресурс. Хорошо бы здесь какие-нибудь редкие металлы и еще и простые металлы. Я уже просто думаю на какой-нибудь там 400-й сол в дальнейшем развитии. Потому что здесь, смотрите, есть 40 тысяч воды. А здесь у нас есть 35 тысяч воды. Лучше здесь, конечно, делать. И здесь у нас есть и бетон, если что. Правда, его смешно. Но, в принципе, нормально хватит. И здесь вот есть место, где строить купол. Да, если что, там через 100 солов мы все построим. Я надеюсь, мы 100 солов тут живем. 264-й сол. Прогресс у нас готов к старту. Не надо пока стартовать. Нам, кстати, опять давно не дают никаких планетарных аномалий. Интересно, почему. Здесь у нас люди потеплели, потеплели. Но пока не будем с ними ничего делать, чтобы было все у них хорошо. Здесь в порядке. Все набито. Сектор очередной просканирован. И где-то воду нашли. Мелкое мы уже все изучили. Кстати, вот потребление воды в куполах снижается на 50%. Это прям очень хорошо. Мы можем выкинуть как минимум по одному вот этому вот выпаривателю. Да, это было бы очень даже неплохо. Но нам в том числе нужно еще и голографическое сканирование. Потому что у нас дети... Хотя нет, смотрю, два. У нас четыре, кажется, человека родилось, если я не ошибаюсь. Солнечные панели нет смысла ставить. Потому что если будет какая-нибудь там буря пылевая или лесная статья, клонирование, завершен прорыв. Что это такое? Давайте прочитаем. Новая постройка резервуара для клонирования. Периодически производит клонов. Клонированные поселенцы растут и стареют вдвое быстрее обычных. То есть, смотрите, если мы засунем сюда 6 человек, как здесь написано, то через какое-то время, может быть, через ОВА или через 2, у нас будет не 6, а 12 человек. Только эти 12, вернее, 6 новых родившихся, у нас будут состариваться, ну, к примеру, в 2 раза быстрее. Но главное, что они будут. И мы можем постоянно сюда засовывать людей. Я, кстати, такое вижу вообще впервые. Я играл на максималках, но вот такой вот прорывной технологии я, честно сказать, ни разу не видел. Поэтому мы отменяем вот это все. Ставим сюда. Теперь голографическое сканирование. Ну, а дальше мы успеем, потому что здесь 20 тысяч. Это по-любому мы не сможем. Кстати, затраты металла и бетона. Вот хорошая штуковина. Очень прям нужная. Да и, в принципе, вот это тоже нужное. Голографическое сканирование. Все-таки играю я, и правильнее будет не голографическое сканирование сделать, а постройки вне купола обслуживать гораздо реже. Да, вот это вот будет, скорее всего, правильным. А потом мы уже сделаем голографическое сканирование. И потом мы добавим трибоочистители. Так, стоп, не этот, а трибоочистители. Вот такие. Они тут 13 тысяч. Это, в принципе, роли большой не сыграет. Ну, все. Так, давайте в дельте доразберемся до конца. Здесь у нас дети не рождаются, потому что вот из-за чего. Неужели вот этот топливный комбинат полностью покрывает все затраты? Наверное, да. И 45. Это, видимо, да, вот этот вот у нас привез, и вот этот привез. Все. Пока больше не у нас сработало здесь. Ой, вот это да. Вот это да. А здесь я сейчас тоже хочу сказать, вот это да. Слушайте. Да жизнь-то налаживается. Знаете что? Здесь шапочка стоит, обычный приоритет. Здесь тоже поставим шапочку. Вот, да. И здесь поставим тоже шапочку. Готово. Все нормально. Теперь, я думаю, здесь начнет все прибавляться. И у нас даже здесь ученые заработали потихоньку. А знаете что? Там есть генераторы эти, не генераторы, а институты Хокинга. Вот бы его-то. Всего 7 тысяч, смотрите. Зато мы его можем поставить. Смотрите, я вам сейчас напомню. Здесь у нас купол Дельта имеет бонус к научным исследованиям. Кстати, здесь где-нибудь об этом написано или нет? Нет, к сожалению, об этом нигде вообще не написано. 89. Обратите внимание. Так что, наверное, я правильно сделал, что временно голографическое сканирование задвинул пониже, чем прочные постройки. Нам надо с ресурсами сейчас все решить и два соло еще пережить. С электропитанием. С электропитанием здесь какие-то засады. Ну что ж, опять что ли строить? А, нет, стоп. Мы можем уже начать строить генераторы стирлинга. Потому что здесь привезли полимеры. Где в первую очередь поставить очередной генератор? Смотрите, у нас появилась такая возможность. У нас 37 запчастей, и они прибавляются. Я думаю, не будет больше стоп, не будет больше другой возможности того, как бы тут проехать-то. Давайте посмотрим внимательно. Я думаю, надо делать туннель. Я не договорил. Надо делать туннель на верхнем трюк. Стоп, стоп. Ты прям едешь. Что-то прям совсем. Подальше, подальше от этого. Все. Вот здесь вот изучай. Итого, что нам дали здесь. А нам здесь вроде дали клонирование. Значит, да. Там, где значки вот с этими вот лупами, то это нет, это обычный ключ. Все, больше нам никаких не дадут технологий. И минуточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У нас будет девять технологий. И нам дадут три миллиарда долларов, которые нам прям очень-очень нужны. Биотехнологии в архитектуре еще к тому же изучились. Ой, как все хорошо-то. У нас сейчас резко начнет прибавляться комфорт в жилищах. Здесь мы получили всего тысячу очков. И здесь, скорее, куда ты едешь-то туда-то совсем, что ли? Давай, да изучай. Тысячу очков мы все лишь получили вот за этот ключик. Непонятно, почему так мало. Две постройки не работают. Топливный комбинат почему-то перест... Электроэнергия закончилась. Так, давайте глушим тогда топливный комбинат. Надеюсь, что электроэнергия... Так, и у нас с какуншаттлами 30. Нет, мы не можем его заглушить. Лучше выключить что-нибудь внешнее. А из внешнего у нас только полимерный завод, за счет которого мы и живем. Ну, тогда он же замерзнет. Остался один соу, будет очень обидно. Потом это все нужно будет ремонтировать. А как у нас с водой? Подождите, у меня вдруг идеи. Да, мы можем сейчас начать включать по 15 выпаривателей. Раз отключили, два отключили. Все, электроэнергия появилась? Нет, еще до сих пор так и не появилась. Не понял я юмора. Ладно, давайте тогда отключим еще один выпариватель на 15 электроэнергии. Ну все, теперь-то точно электроэнергия должна появиться. А все равно не появилась. Непонятно. Раз, два. Куда девается вся электроэнергия? Тут пошла зарядка. Видимо, она просто в систему еще не отдает. Поэтому на аномалии завершено. Тысяча очков. Все. Очень быстро мы все тут изучили выехать. Ну давайте, конечно, попробуем, но ответ-то мы с вами знаем, что выехать он здесь не сможет. Где он там застрянет? Где он там застрянет? Сейчас посмотрим. На каком бархане он встанет? Да ладно. Что, выйдет? Я в сказки не верю. Нет, все, встал. Больше он выехать не может. Так, наконец-то у нас закончился аномальный холод. Вот, очень рад. Выключаем все подземные нагреватели. Наконец-то мы можем вздохнуть спокойно. И у нас, это я не согласен, постройка водонапорной башни она сейчас отремонтирует. Вот так, у нас где-то мы попали, видимо, под какой-то ураган. Да, неисправен у нас ДО-транспортер. Ближайший к нему здесь. Ну, можно этот, да, наверное. Так, электроэнергия пошла, причем такая избыточная электроэнергия пошла. Поэтому можем закрывать все генераторы стерлинга. Закрываем. Здесь надо включить экстрактор редких металлов, хотя это не первая очередная задача. И экстрактор металла. Пусть сюда сейчас придут люди, начнут работать. Здесь у нас электроэнергия есть теперь везде. Все у нас тут в порядке работает. И купол, о, позеленел. Да ладно, может быть, бета сейчас позеленеет. Даже бета позеленела. 93! Вы знаете что, друзья? Мне кажется, у нас довольно скоро будет новая веха. А эта веха называется 100 колонистов. К сожалению, вот все задачи организатора мы уже не сделаем. Объясняю почему. Я намеренно в первой серии, с самого начала сказал, что у меня стратегия такая, не высаживать первого человека к 15-му соло. Поэтому я вот на этих два красных креста, а по сути получается, что три красных креста, пошел сознательно. Почему? Потому что я хотел набрать не 12, по умолчанию там этих колонистов прилетели, а 42. И я действительно этого достиг. Я четко шел по намеченному плану и смог сделать, что у меня на Марс первые люди прилетели 42 человека. Нам повезло в самом начале, вот, наверное, как говорится, если повезло в начале, потом не повезет всю игру. И наоборот. Если в начале не везет, потом всю игру будет вести. Нам повезло, что у нас пассажирские ракеты вмещают на 20 колонистов больше. И нам практически в самом начале, где-то вот здесь вот, дали, что у нас могут привозить колонистов вот, на 10 поселенцев больше. Мы досюда быстро все изучили, и действительно мы привезли 42 колониста. Но, к сожалению, есть обратная сторона, что мы никогда уже не сможем сделать. Высадить колонистов к 15-му Сулу, ну, потому что это просто уже прошло. Вот. И, во-вторых, мы уже никогда не сможем вот эти вот вехи сделать зелеными галочками, потому что первого человека на Марс привезло синее светило, и так как они привезли, а мы не торопились, то получить урожай тоже сделали они. Так что у нас будет три креста, очень жаль, но остальное, я надеюсь, мы все должны закрыть. 18 полимеров, ну, теперь я уже ничего не боюсь. Так, все, заработало, что ли? Погнали, тебе здесь стоять незачем. Лучше уезжай куда-нибудь, ну, хотя бы пока временно. А что здесь-то происходит? Непонятко. Давайте проверим все наши машинки. Все нормально, вовремя мы все успели. Здесь у нас чуть-чуть, я вот не знаю, как влияет загрязнение, но я всегда отъезжаю немножко за границы зоны загрязнения. И здесь, я думаю, можно тоже закрыть, потому что нам этого вполне хватит. Полимеры есть, запчасти 52, все, это уже однозначно. Я принимаю решение, не задумываясь, сделать здесь тоннель. Во-первых, где-нибудь вот здесь будет выход. И поближе как можно к куполу. Хорошо бы было посмотреть, где заканчивается вот эта территория. Но я помню, что она идет как-то вот так, и где-то вот здесь заканчивается. Поэтому вот так поставить рядом, это знаете что? Если я вот так поставлю рядом, было бы, конечно, хорошо, но это практически 100% вероятность, что сюда прилетит метеорит. Поэтому я поставлю, надеюсь, что вот так вот метеориты не прилетают. Ну, давайте попробуем. Так, и смотрим, достигает. Да, все нормально достигает, всю эту зону охватывает. Все у нас хорошо. У нас один безработный, геолог. Не понял я, геолог в Альфе безработный. А что ж ты там, дорогой мой друг, делаешь? Тебе надо уезжать на промысел вот сюда. Тут, правда, наверное, уже нету мест. Дети. Двенадцать детей. Видимо, здесь родилось? Нет, здесь совсем мало. Значит, здесь у нас все забито, и все дети начинают учиться в школе. Отлично. А Марсианский университет ничему не учит, но тратит, между прочим, драгоценные запчасти. И посмотрите, как у нас вдруг все стало нормально. Вот когда нет катастроф, а катастрофы у нас, как вы заметили, бывает каждые там 5-7 солов, да даже, наверное, быстрее. Не бывает иногда за 2-3 соло 3 катастрофы. Вот у нас в прошлой серии, например, такое было. Но когда все хорошо, то и у нас тоже все хорошо. Отлично. Здесь все есть, здесь почему-то... А, потому что я поставил только геологов. Мы, кстати, можем поставить, наверное, и здесь только геологов. Так оно и стоит. Здесь у нас вообще все прекрасно в гамме. 90 уровень комфорта. Это вот здание заработали. В дельте 70, и не хватает сфер услуг роскошь. В дельте именно роскоши не хватает. А кому тут нужна роскошь-то непонятно. Ну, давайте. Раз вам нужна роскошь, я не против. Я подумал, что можно поставить маленький художественный магазин. Вот такой вот. У души. Так, давайте посмотрим. Я что-то проглядел совсем. Так, без доступ к кислороду. Кислород начинает задыхаться. На будущее посадите вырабатывать кислород растения на фермах. Давайте посмотрим. Во-первых, тут нету кислорода такого. Я выключил Мокси. Его еще нужно ремонтировать. Ой, мама. Сейчас у нас опять люди начнут уменьшаться. Давайте поставим здесь максимальный приоритет. Надеюсь, сообразят эти бестолковые дроны. Металлы тут нет. Нет, есть металлы. Все нормально. Ведь Мокси же ремонтируется за два металла, да? Да. Давайте быстрее, быстрее у души. Сейчас мы все это решим. Кислород начнет уступать. Мы даже можем здесь улучшить за полимеры. Мало ли чего. И у нас так два бака вот и закончились. Да, этот момент я просмотрел. Да, баки пустые. К сожалению, да. Достигнуто замечательное вехо. Посмотрите, как красиво. Над нашей колонией сверкает салют. И знаете, что я думаю? Вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем эту очередную серию. Мы смогли добиться новой вехи. Нам дали новую галочку. И мне прям не перестает удивлять, как красиво. Эх, зря я отключил, видимо, когда перешел в веху. Отлично. Мы с вами молодцы. И на этом я заканчиваю. Все заработало Мокси. Кислород поступает. Все у нас великолепно. Пишите, пожалуйста, что нам делать в следующей серии. У нас вроде бы все нормализовалось. Мы построили новый купол. Мы начали строить уже нифига себе так быстро. Мы сейчас построим туннель. Здесь быстро изучим все-все-все, что только можно. Сейчас я быстро посмотрю, что у нас осталось. А мы все изучили вообще вокруг. Нам ничего не остается. И серия у нас начиналась плохо. В середине вообще было ужасно. Даже у меня были такие мысли. Посещали, что наша колония загнется. Но под конец нас так обрадовало уже даже 101 человек. У нас все прекрасно. И мы еще даже не изучили вот эти вот всякие другие географические сканирования. Я думаю, знаете, что на радостях я потрачу еще деньги на то, чтобы ускорить исследования наук. Нам это очень много дает. Нас впереди ждет клонирование. Так что у нас еще не 100 будет уже, а 200 колонистов. Так что потихоньку пошло. И давайте, может быть, сейчас осталось буквально каких-то там несколько секунд. Да. Для того, чтобы мы еще и еще одну веху исследовали. Это 9 технологий. Нам дадут за это 3 миллиарда. Нужно было ускорять не 200. Ой, как хорошо. Я прям хочу закончить эту серию. Но меня просто прет. Потому что вся серия была какая-то такая скучная и, честно скажу, прям пессимистическая. А под конец у нас как все поперло. Ой, я как просто рад. Друзья, спасибо всем огромное. Видимо, то, что вы предлагали и то, что я внедрил, это все было такое долгосрочное планирование. Нам понадобилось аж 30 солов для того, чтобы, да, мы сделали планирование. Нам дали 3 миллиарда долларов. Отлично. Что это? Давайте посмотрим за такое планирование. Мы сейчас сделаем еще прочные постройки. И у нас зданий будут ломаться меньше. И у нас вот здесь вот начнет все резко прибавляться. Отлично. Так, планирование. Это что? Это где? Давайте посмотрим. Здесь нету. Кланирование дается в чудах света. Резервуар для планирования. Как они? Они ставятся на середку. Ну что ж, сама судьба, значит, велела нам поставить сюда модуль клонирования. И мы будем клонировать... О, тут дети. Ого, да тут детская площадка заработала. Если и правда здесь нету, но детская площадка работает вовсю. И малый космобар работает. Все. Наверное, сейчас мы всех... Тут 10 или... Да, есть, есть, есть. Все в порядке. Задача выполнена. Все у нас хорошо. И на этой оптимистической ноте я заканчиваю очередную серию хардкорного прохождения игры Surviving Mars на максимальном уровне сложности. У нас 271-й соу. И у нас уже 102 колониста. Наконец-то все начинает прибавляться. Мы уже достраиваем туннель. У нас все хорошо. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Советуйте, как нам дальше развиваться. Обязательно, те, кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь на канал. Здесь у нас такие развлекательные видео, интересные. Обязательно поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они, между прочим, выходят регулярно. И не только по Surviving Mars. Все у нас даже это достраивается. На этом все, друзья. Удачи нам всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok